Запись включаю. Телефон я все выключаю, час начинается. Да, ну, смотри, послевкусие. Честно сказать, во-первых, искусственный до ужаса локти, потому что... Меня слышно, да? Да, да. Да, искусственный до ужаса локти, потому что не было возможности непосредственно присутствовать напрямую на мероприятии. Но, честно тебе скажу, ощущение в плане... Ну, я все смотрел по трансляции. Во-первых, качество трансляции мне очень понравилось. Те, кто участвовал, они могли в этом убедиться. То есть, в принципе, было сделано на максимальном уровне. То есть, качественно. С обвинением одновременно и картинки спикера. То есть, интернет нормально был, да? То есть, все вот это настроили? Да, то есть, все было отлично. То есть, они одновременно на экран они выводили и картинку с экрана. Ну, то есть, то, что по презентации. Плюс, они выводили скейки разов, выводили людей, которые задавали вопрос. И что просто хотел сказать. Вот первое, как я презентацию начал смотреть. Безумно приятно видеть то, что, по сути, процентов 80 из людей, которые находились в зале, я знаю лично. И это были участники прошлого форума, который мы организовывали в июне. Это и друзья, и клиенты предцентра, и ученики. То есть, действительно, вот это очень приятно, да? Когда ты видишь большие людей, которые тебе уже, в принципе, можно сказать, близкими, ну, стали, да? И, в принципе, да, как можно сказать, Амазон такая семья, да? Все знакомые, все свои, все, да, такие приятные лица. Что касается следующего. Мне безумно, ну, в плане того, что я видел, да, я, к сожалению, не имел еще возможности пересмотреть выступление всех спикеров в записи, да? Потому что, ну, в прямом эфире посмотреть это было нереально, потому что это было 4 часа, и не смог я себя перебороть. Но из того, что я видел, в принципе, из того, что я слышал, меня все спикеры впечатлили очень сильно. То есть, некоторые превзошли значительно мои ожидания, да? Потому что, ну, в принципе, в этом году подбором спикеров я лично занимался, и каждый спикер приглашал лично, и, в принципе, слава богу, ну, не прогадал, скажем так. То есть, все спикеры, то есть, то, что я ожидал, то мы получили, многие превзошли ожидания, и контент действительно в этом году был обалденный, насыщенный, и, ну, я думаю, что, в принципе, все участники будут собрали. То есть, конечно, там, в любом случае, кому-то чего-то было мало, да, кому-то было что-то известно, что-то неизвестно, но, опять-таки, это за счет того, что мы, по сути, под одной крышей, да, второй раз уже собираем людей из разных моделей. Это и другшиппинг, и онлайн-арбитраж, и прайват-лейбл, да, и были те люди, которые, например, вообще не связаны там с, либо не связаны вообще с Амазоном, да, то есть, они только приходят в эту тему, да, либо вот только вот-вот собираются там ходить и, как бы, определяются. Ну, уже успели зарядиться вот этой вот атмосферой. Конечно, конечно, есть определенные были недочеты в плане места проведения, да, я, в принципе, я признаю, ну, достаточно тяжело было организовать вообще в таком месте, то есть, там были проблемы с трансфером, плюс это далеко. По инфраструктуре, да, есть вот в этом плане недочеты, плюс были определенные сложности, трудности по проживанию людей, то есть, где-то, ну, как оно обычно и бывает, да, где-то, что-то или не так работает, или не так устроено, то есть, нарекания в любом случае были на ту или иную область, да, мы обязательно это все учтем. Мы то же самое сделаем, как и в прошлом году, каждому участнику и спикеру будет разослана какие-то с вопросами, да, где люди смогут, во-первых, проставить оценки каждому спикеру, проставить оценки за место проведения, за время проведения и добавить свои пожелания, комментарии, критику, да, в принципе, я, как критику хочу, потому что, ну, как бы, благодаря ей мы действительно получаем движение вперед, мы имеем возможность посмотреть на наши ошибки, исправить их, да, и каждый раз улучшать и улучшать и улучшать непосредственно качество нашего мероприятия. Запись мероприятия будет где-нибудь в доступе? Да, запись, да, смотри, она сейчас монтируется, в принципе, ну, так скажу честно, у меня нет желания ее продавать, то есть мы продавали трансляцию людям, которые непосредственно хотели поучаствовать, да, хотя бы, хотя бы оффлайн, да, хотя бы хоть немножко прикоснуться к этому. Плюс, ну, они само собой получат еще доступ к записи, да, плюс все участники получат доступ к записи, но продавать ее я не очень хочу, то есть, в принципе, в принципе, до конца еще цифры не сведены, но в бюджет мы, в принципе, вписались, ну, так, можно сказать, впритык, да, но, опять-таки, это еще нужно доводить, и как бы, как такой необходимости в дополнительном финансировании нету, да, а сдирать какие-то лишние деньги, я не сторонник этого, да, тем более, что это не коммерческая мероприятия. Ну, вот, запись обязательно будет, единственное, что, ну, посмотрим, как и в прошлом году, надо немножко времени для того, чтобы это все смонтировалось, хотя в этом году это будет насчетно быстрее, потому что уже, по сути, фактически записи все готовы, единственное, что их нужно там причесать до конца, и... Все, понял. Да. Да, если какие-то вопросы есть, у нас сегодня там спикеров нет никаких, мы мысли не потеряем, так что задавайте вопросы в течение. Мы общаемся. Да, по ходу пьесы я скинул ссылочку на Zoom, так что, если кто хочет, заходите голосом, потому что голосом мы тут общаемся в первую очередь, а не занимаемся чем-то другим. Вот, по поводу, у меня два вопроса. Первый спикер вот пришел, всем привет, это Ваня Денисок. Ваня открывал наше мероприятие, он был первым спикером, молодец, он очень классно. Про друкшиппинг, у него особый подход к друкшиппингу, своеобразный, который, в принципе, практикует. Ну, практикует, если и практикует, то очень мало людей, и, в принципе, так, у многих глаза, скажем, более широко открыли на эту модель. Ну, понятно, хорошо. Тут весь смысл еще, знаешь, чем такая тема интересная. Я своих там заслал казачков. Вот, там это, смотри, вот у меня два вопроса. Первый вопрос, как совмещать отдых и работу, насколько это круто, интересно и правильно, потому что вот мне в Москве, когда мы были, ребята предлагают тоже, типа, вот такой же вот там базы там и так далее. То есть, совмещать и это, и это, там, семьей, там, не семьей, там, ну, там, то есть, собираться именно в таком кругу. Или рабочий момент. Вот у меня, смотри, я просил. Ну, давай, рассказывай. Это очень, ну, как бы, я сначала схожу в хорошие стороны вот этого формата, да, который мы вот сейчас провели, и скажу плохие. В первую очередь, хорошая положительная сторона этого формата, в первую очередь, то, что это, по сути, на закрытой территории, то есть, ну, представь, да, то есть вся гостиница, и, грубо говоря, все амазонщики, все просто в амазонщике. То есть, это, ну, это прикольно, да, то есть все свои, грубо говоря, все между собой знакомые и так далее, там, плюс-минус. Плюс, очень хорошо там, что люди приезжали с детьми, люди приезжали с женами, не знаю, может, кто-то с любовницами, но мы особо не интересовались этими вопросами. Паспорт не проверяли, короче. То есть, да, паспорт, паспорта мы не проверяли, да, то есть, в принципе, да, опять-таки, да, вот, я, мне очень было приятно смотреть, да, вот, я смотрел на ленту в Фейсбуке, да, смотрю, там, кто-то на дубном сноуборде катается, кто-то на лыжах, там, кто-то в чане, да, то есть, такая большая, грубо говоря, как ванная, да, можно сказать, чан подогревающаяся снизу, люди отдыхали, то есть, в принципе, каждый, каждый отдыхал как мог, да, в меру своих желаний и так далее. Но, по поводу плохого, да, поселить людей, ну, грубо говоря, заниматься, помимо организации и мероприятия, еще дополнительно заниматься вопросами людей, это ужасная ресурсозатрата. Плюс, учесть полностью все пожелания людей, ну, в принципе, невозможно, да, мы вот, точнее, Оксана, да, которая занималась вот непосредственно этими вопросами, и она, в принципе, она, ну, сделала большинство, точнее, самую большую часть для того, чтобы этот форум состоялся, она пыталась угодить всем, и сколько ресурсов уходило на это, но это, в принципе, это несоизмеримо. Плюс, это удорожает участие в мероприятии, да, то есть, если, например, как бы сейчас вот посмотреть, сравнить две модели, точнее, два формата, как это делалось летом, да, просто во Львове, и каждый селится где хочет, да, и это было в зимове, значит, в списках, все-таки удобнее, да, когда это во Львове, когда каждый может выбрать себе гостиницу по своим предпочтениям, по своим желаниям, ну, опять-таки, да, по ценовой, да, опять-таки, категории, плюс, опять-таки, по питанию, да, особенно, ну, я думаю, что многим известно, что во Львове ресторанов огромнейшее количество. Ну, то есть, это центр города, ну, то есть, цивилизованное место, а там ограничено. Да, 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 там, да, то есть, как бы, есть свой прикол, да, но есть негативы, то есть, ну, как бы, ну, в любом случае, и в то, и в том формате есть положительные, обрицательные стороны, но я все-таки, как бы, считаю, что летом мы вернемся именно к тому формату, с которого мы и начали, то есть, мне кажется, что это, например, удобнее, в принципе, и нам, да, потому что мы не тратим действительно колоссальное время и на решение, ну, как бы, именно для того, чтобы полностью все учесть и потом для решения оперативного, вот, всех вопросов, которые возникают, да, и проблем. И таким образом, да, как бы, в принципе, мне кажется, что так, может, будет лучше. Я просто, это знаешь как, может быть, должен быть формат такого плана, что, вот, как мы, например, тоже собрались, скинулись там заранее, даже заранее, по 2 тысячи там скинулись, и в конечном итоге в долгах остались там что-то там в 30 тысяч рублей, короче, вот, потому что, и причем там, я знаю, кучу людей вообще ничего не заказывали, ну, то есть, такой бардак, я думаю. Ну, это проблема планирования, потому что надо изначально, как бы, мы, как всегда, начинаем, да, мы, вот, грубо говоря, первоочередная задача, нам надо найти зал, нам надо, грубо говоря, место, да, мы просчитываем, то, опять-таки, мы опираемся еще, ну, у нас уже есть, по сути, два мероприятия проведены, то есть, по, допустим, по кейтерингу, да, то есть, по кофебрейкам и так далее, у нас уже есть с кем работать. По печатным материалам мы уже второй раз заказываем абсолютно у тех же людей. Оператора, вот в этом году мы очень классно попали, то есть, качество, ну, я был в восторге, да, в принципе, знаю мой перфекционизм, мне очень понравилось. Да, конечно, там, в любом случае, недочеты были, но, в принципе, в принципе, идеально, особенно в сравнении с предыдущим форумом. То есть, начинается все с планирования, да, то есть, мы знаем, сколько стоит зал, сколько стоит то, сколько приблизительно выходит ужин, да, и уже из этого мы вводим к средствам самоучастия. То есть, ну, вот я за это говорю, что надо... С минимальным зазором наверх для того, чтобы, потому что в любом случае есть какие-то неучтенные расходы, да, которые в любом случае где-то вылезут, да, опять-таки, вот, зная ситуацию финансовую, да, с долларом, да, в принципе, что в России, что в Украине, она одинаковая. Доллар сегодня по одной цене, да, завтра он вдруг может измениться, да. Поэтому, грубо говоря, иногда, да, например, изменение цены на определенные услуги, да, оно абсолютно, скажем так, неадекватно, ну, точнее, непропорционально изменяется долгу. То есть, если, ну, как бы, доллар вроде не поменялся, да, например, вот мы вот с этим столкнулись, когда мы печатные материалы делали, а именно в тетрадке, да. Бумага была по одной цене, да, допустим, в прошлом году, в этот раз в четыре раза дороже. Прикольно. Да, но доллар в четыре раза дороже не подрос. То есть, таким образом, в любом случае, какой-то, несмотря на то, что это не коммерческое мероприятие, в любом случае, я сторонник того, что немножко сверху нужно закладывать определенные риски. Да нет, это по-любому, конечно, в любом случае. Да, что-то забудется, что-то подорожает, что-то упустится, да. И опять-таки, если мы начинаем, потому что подготовка вот к этому форуму, она длилась с полгода. То есть, мы начали, в принципе, активно готовиться к нему в сентябре. Договариваться, просчитывать, заказывать и так далее, и так далее. Соответственно, за полгода, ну, много чего может поменяться. Хотя мы, честно говоря, когда мы вот в июне, или в июле, я не помню конкретно, да, по-моему, в июле, в июле, мы проводили тот форум, мы, в принципе, думали, а что мы, ну, как бы, были такие, да, закладывались, а через полгода будет ли контент, будет ли вообще что людям показать, да, что рассказать, кого пригласить. Как показала, практика есть. То есть, ну, в принципе, вот как форма, ну, точнее, идея была вот этого форума следующая, да, то, что показать новые модели, новые направления, и действительно вот собрать максимально опытных, максимально интересных спикеров. И, в принципе, ну, как бы, мое субъективное мнение, что нам это удалось. То есть, в принципе, судя по тому, что я слышу от участников их отзывы, люди остались вот контентом безумно довольны. Хорошо. Поэтому понятно, то есть, я говорю, по организаторским моментам, это, конечно, тут обсуждать можно бесконечно, но у тебя потом спрошу. Я так понимаю, вы сейчас два раза в год хотите, да, зимой, летом, зимой, летом? Ну, в принципе, да. Все, понял. Вопрос, какой у меня, смотри. Второй вопрос по спикерам. Вот я лично, ты занимаешься там вот этим дропом, онлайном и так далее. То есть, все равно у тебя и все знакомые упор все равно на это. Ну, то есть, все, как бы, кругозоры и все остальное, и понимание контента, опять же. Не согласен. Не согласен? Нет. Ну, скажи, я потому что... Давай. У нас, смотри, в этом году, если ты смотрел расписание, у нас, по сути... Первый день дроп, насколько я понял. ...дражу, только первый день касалось. Все остальное, в принципе, оно было больше направлено на... Ну, больше упор был все-таки на private label, да, потому что второй день это выступало представительность Укрпочты, да, которая непосредственно занимается... Ну, с которыми непосредственно работают продавцы, которые отправляют товар из Украины. Да, то есть, это, опять-таки, да, ну, не обязательно правил... Ну, лично в моем понимании, private label – это взять один китайский товар, да, его модернизировать и непосредственно продавать. То есть, люди, ну, грубо говоря, люди продают свои товары, да, скажем так, чтобы это было максимально корректно. Потому что... Ну, private label, я бы даже не так сказал, потому что любой товар, можно своим считать, дело не в этом. Дело в том, что ты просто свои лейтинги двигаешь, и все, вот вся разница. По большому счету, редкий случай, когда дроп, когда онлайн что-то сам двигает, а не пользуется позициями. Вопрос только позиции. В принципе, Алена и Денис, они двигают свои лейтинги. Ну, чем тогда... Чем отличается тогда приват их от... Ален, подцепляйся в Zoom. Тем, что мы торгуем, грубо говоря, ну, самая большая разница между дропшиппингом, арбитражом и непосредственно private label, то, что private label – это, ну, свои товары, да, и можем так называть. А дропшиппинг, арбитраж – это чужие товары. То есть, это чужие бренды, это перепродаж. Двигать, как, что двигать? Известные бренды, что ли? Привет, привет, слушай меня. Да, привет. Двигать непосредственно товары, которые, скажем так, являются другими, которые мы перепродаем. Я немножко могу на Денис вопрос ответить. Да, давай, смейкал. Так, слышно меня? Да, да, отлично. Да, да, отлично. Ну, по моему мнению, да, private от моей, от Аленыной стратегии, отличается только тем, что ты умеешь продавать свой товар. Мы умеем продавать уже этого. То есть, маркетинг на Амазоне одинаковый, только отличается он немножко тем, что когда у тебя много листингов, у тебя не может пойти такой бюджет, как на один листинг. Поэтому уже идут совсем другие механизмы. Нет, нет, я понял, я не об этом. Я не о том, что хорошо или плохо, или какая стратегия. Я о том, чем отличается. По факту, у нас есть три товара. Товар, который там… Я просто, я не цепляюсь к какому-то листингу, я беру с нуля, запускаю товар. Он может там назваться, я не знаю, моим брендом или вообще ноунейм быть. Так же, как и на дропе, на онлайне можно торговать. Ноунейм он также просто целесообразность какая, но это уже другая история. Просто я двигаю только товары. То есть, я беру листинг, его с нуля задвигаю. То есть, продвигаю в топы, занимаюсь рекламой и всем остальным. Чем занимается онлайн? Онлайн – это чисто оптовая торговля для меня лично. Какой маркетинг? Вот это вопрос. То есть, онлайн – это я всю жизнь оптом занимался. Онлайн – это чисто оптовая. Купили дешевле, продали дороже. Известный бренд, менее известный бренд. Но вопрос, как его продвигать, маркетинг. Вот маркетинг мне понять. Я все равно вижу основное. Вы видите листинг. Он классный, продаваемый, в топах находится. Вы находите этот товар дешевле. Просто туда его вставляете и через Buybox выигрываете. Если есть система… Я, например, по такой схеме работаю. То есть, у меня… Я уже нахожу листинги, которые уже… Ну, это основная масса так. Давайте исключения. Хорошо. Основная масса, Коль, так делает. Но, но. Но тут есть как бы проблема в демпинге, да, сумасшедшая. Ну, естественно, конечно. Алена с Денисом, я почему-то и с Ваней. Они занимаются непосредственно своими, да, они создают. Вот, кстати, вот человек пишет у предиктора Черневых. Лист привела, двигаешь все равно отзывы PPC. По поводу отзывов, честно, я вообще не слышал, чтобы кто-то куда-то использовал. Если использую, то очень редко. PPC иногда кто-то включает. Я, например, ни отзывы на PPC никогда не использовал. Не, а зачем его использовать, если уже листинг прокачанный? То есть, он стоит там и стоит. Ты борешься за байбокс и за метрики, чтобы выиграть байбокс. Задача… Да. Задача именно там. То есть, твоя задача выиграть байбокс, а не заниматься внешним. То есть, ты находишься внутри листинга, а я снаружи его как раз и двигаю. То есть, стратегия… Пишку у него кто-то уже вложил в этот листинг. Да, то есть, я вкладываю в листинг, я вкладываю, вкладываю, вкладываю. А дроп я вообще его не касаюсь, потому что дроп – это своя специфика вообще. То есть, если наличия нет, то есть, там, мне кажется, туда больше народ идет из-за того, что они считают, что они меньше рискуют деньгами, то, что у них купят товар, и, соответственно, они только в этот момент выложат деньги. То есть, немножко это такая специфическая вещь, ну, как бы, ну, есть она и есть. Ну, она самая динамичная. Я не готов сказать технически, как это работает, но, например, если вы выиграли байбокс, то я бы, например, рекламу запустил. Как бы, почему не продать больше… Серый, да там этот байбокс, он прыгает, как это, как индекс Доу Джонса, я мой, понимаешь? Он там сейчас тыч, через две минуты… Ну, еще вопрос, что активнее прыгает. Да, и тем более… Даже если прыгает, реклама включается абсолютно в тот момент, когда выигрывается байбокс. Именно в тот момент. Ну, надо пробовать. Я не готов технически ответить на это, но в теории, если реклама включается именно во время выигрыша байбокса, то можно увеличивать продажи своего продающего листа. Ну, вот, короче, смысл один. Обсуждать, да, стратегию вообще бессмысленно, мне кажется. На что сел, вот я считаю одно. Моя корова, я ее и даю, так скажем. То есть, я в нем разобрался. Вот как Серый разобрался в PPC. Да ему нафиг ничего не надо. Я разобрался в других там моментах. Мне там тоже особо там вникать в какие-то просто… Ну, не хватит ни времени, ни сил на это. Вот. И за это надо как-то и жить все-таки успевать. То есть, не только этим заниматься. У меня другой момент. Меня момент интересует именно аудиторию, насколько это интересно. То есть, информацию ту и ту. Мы, кстати, от вопроса отошли. Хотел бы закончить. Да, вот то, что ты сказал, что на дропшиппинг, на арбитраж. Вот первый день. То, что я говорил, да, то есть, это Укрпочта. Ну, в принципе, это не под дропшиппинг, не под арбитраж, но у Львовича незаточена, да. Вот новая модель была мерч. Да, то есть, в принципе, она такая, она набирает обороты потихоньку. И в ближайшее время мы больше и больше будем про нее слышать, чтобы они слышат результаты. Потом был вот Андрей Худай-Назаров, он выступал по упаковке. Ну, упаковка – это целиком и полностью интерес, по сути, людей, которые продвигают свои товары, правильно? Был Shopify. Shopify, в принципе, актуален, по сути, для всех моделей, да, потому что Shopify можно применить в любой абсолютно модели и выжить, ну, не выжить, да, но получить от этого выгоду. Третий день, да, был вот Сережа Федоси выступал, у него они торгуют чаем, да, ну, ты знаешь, кто это. Он про PPC очень много, да, рассказывал. Ну, у него вообще столько контента, честно говоря, ну, мне кажется, что ему, честно, ему дай пять-шесть часов, это все равно будет мало, потому что человек носит просто тонну информации. Вот, ну и Pioner, да, выступали последние, они, в принципе, тоже, они актуальны для всех моделей, потому что, ну, редко кто не пользуется ими. Чего Pioner, ты рассказал интересного такого, чего мы не знаем? Я, я, к сожалению, пока что, пока что не имел возможности пересмотреть полностью, к огромнейшему сожалению, но люди, люди, в принципе, как бы, что-то новое, насколько я знаю. А ты там, получается, не присутствовал, да, в этот момент? Я, я же тебе говорю, что разница по времени. То есть, ну, у меня на только 1,5, это было, или полчаса, или полпятого, или 5 утра. Можно комментарий дать? Давай, конечно. Конечно. Два комментария у меня собралось, здесь два раза по 5 копеек. Первое, это когда обсуждали вот формат заселения в отелях или кто где, то лично мне очень понравилась возможность собрать какую-то банду, бригаду, там, каких-то людей, с которыми просто хотел познакомиться, там, с Улимчиком мы первый раз вот увиделись, там целая компашка нас была, 15 человек собралось в коттедже, и мы до полчетвертого перед выступлением кутили. А если все будут разбросаны по городу, ну, блин, придется, значит, собираться и просто... Мы просто в ресторане все кутили, разницы никакой. Я в Москве когда был, нас из ресторана выгоняли, короче. Он закрывался. То же самое, я в этом уверен. А второй момент, это вот по поводу выступления Юли по Укрпочте, это лично для меня был самый безумный контент. Я бы послушал ее часов 5-6, потому что я понял, насколько у нее информации много, гораздо больше даже, может, чем у меня, может, у Дениса, потому что она начинала тему, она хотела ее закончить, но из этой темы у нее появляло 5-7 новых тем. И про каждую она успела только буквально, ну, заглавие прочитать. А как она быстро говорит? Я в восторге просто. Да, она очень быстро говорит, и я бы еще раз послушал про ее возможности, возможности Укрпочта, которые она видит в Укрпочте. И в целом, если говорить про создание следующих форумов на организации, то давайте там, не знаю, послушаем, как Илон Маск ракету там запускает, или еще, ну, то есть что-то, может быть, даже не связанное с Амазон, либо отдаленно связанное. То есть Укрпочта связывает нас тем, что она пересылает наши товары. На самом деле Юля рассказывала про то, как работает Укрпочта, как они договариваются с Казахстаном, с Белоруссией, со всеми остальными странами, со Штатами, про то, как они формируют. То есть там сам процесс только один был – отправить посылку. А было много контента интересного не про отправку этой посылки, просто обо всем. Да вообще, на самом деле, все эти форумы, они будут расти с ростом наших знаний, и интересов, оборотов, и денег, потому что будут притягиваться люди со смежных областей, которые заинтересованы в наших объемах, а мы заинтересованы в их возможности. Вот и все. Я просто немножко… Я бы немножко по-другому сказал. Я бы сказал, что это люди, которые могут быть в нашем сообществе. То есть я бы так сказал, да, потому что заинтересованность… Ну, в принципе, да, но, скажем так, взаимная… Взаимная заинтересованность, только так, симбиоз. По-другому никак. За уши никого не притянешься, не будет интересно. Конечно. Потому что это бизнес-сообщество, здесь, так скажем, трафик именно настроен именно на бизнесменов, то есть которые там, пускай в кавычках бизнесмены, но в любом случае люди растут, обороты растут, тоннаж растет, все меняется. Вот. И сегодня ты будешь здесь… Опыт растет. Конечно, конечно. И контент из-за этого больше интересен уже смежный. Да, из-за этого контента еще могли бы быть какие-то там бухгалтера-юристы, да, на следующий… Ну, их найти сложно, е-мое. То есть такая специфическая вещь, и понимаешь, что это еще момент какой? Квалификацию сложно оценить. То есть ты торгаш, ты понимаешь там, например, другого торгаша, насколько у него квалификация. А придет какой-нибудь там, не знаю, художник, сниму с дизайнером, уже сложнее, но это уже вкусовщина пошла. А пойдет какое-нибудь специфическое вот это вот, с бухгалтерией, вообще непонятно, какая у них квалификация, я не знаю, например. Из-за этого очень сложно таких подобрать. А так, да, конечно. То есть вот все, что связано вокруг наших, я говорю, вот именно сервис, сервисменов, они как раз нужны куда? Вот, например, там, нужны мне сертификаты. Я бы хотел вот прийти в одно место, денежку отдать, мне сделали все. Я бы хотел, то есть вот это, я хотел бы сделать хаб, который закрывает там основную массу вопросов по сервису, например. То есть все это объединяет. Это хотелось бы, но это со временем. Вот, потому что что-то уходит, что-то приходит. Я другое хотел спросить, насколько интересно людям, понятно, первый, второй, там, разбитые дни, и именно когда люди приезжают на форумы, и он разбитый на два дня. То есть один день, например, вот я по привату, ну реально, ну неинтересно мне по дропу слушать, ну вообще вот, ну мне неинтересно. Ни дроп мне неинтересный, ни онлайн-арбитражникам. Онлайн-арбитражникам, я предполагаю, может быть, приват неинтересен. Вот в этом формате какая ситуация, как ты считаешь? Вообще вот кто здесь присутствует, как вам? Я считаю, что в принципе очень, ну опять-таки, в последнее время я столкнулся с тем, что человека, который работает по одной модели, его интересуют и другие. Есть люди, которые в private label, их интересует арбитраж. Много кто с private label, в принципе, переходит в арбитраж и дропшипинг. Или наоборот, да, ну в принципе, конечно, застоявшееся такое мнение, да, что, точнее, устоявшееся, да, то, что обязательно, да, вот эта цеполька. Дропшипинг, арбитраж. Ты забей, это кто-то когда-то сказал, как... Это когда-то сказал, да. Да, и какой-то бред вообще. Ничего не имеет общего с этим. То есть люди, в принципе, они интересуются, ну почему, да, вот как ты сказал, да, мы предприниматели. Предприниматель, он в любом случае будет видеть определенные перспективы в том или ином, да. Предприниматель, ну, настоящий, да, не тот, который там где-то сел удобно, да, и, соответственно, он себе там сидит и, грубо говоря, и балдеет. Нет, конечно. Человек будет в любом случае рассматривать какие-то новые направления, новые перспективы, да, где ему еще выгоду, да, определенные получения. Поэтому, ну, я бы, я бы, ну, как бы не сказал так категорично, что вот private label никогда не будет интереснее. Не, не, я не говорю, что никогда. Я говорю, что такой провокационный вопрос, потому что мне реально неинтересно. Я не знаю, то есть я сколько раз пытался... Я был на месте просто могу. Давай, давай. Ну, наблюдение, да, я же был три дня, все. И твой вопрос был разбит на несколько дней, там, на два дня, например. А у нас было три дня. И за три дня отпустывало человек, ну, максимум 15, по моим наблюдениям, из всей группы, которая приехала непосредственно на форум. Ну, тебе подробно информация какая-то помогла, пригодилась, интересно было? Она мне не должна была. Было интересно. Я слышал внимательно абсолютно все выступления, кроме пионера. меня заняли вопросами по PPC, я пионер обязательно пересмотрю. Но просто послушать, задать какие-то... Я даже вопросы задавал. Я ничего не использовал в этом арбитаже, но мне было интересно узнать, как они работают. Точно так же, как мне интересно, как там Тесла ездит, глупо говоря. Для общего развития, я так понимаю. Да, для общего развития. И эта посещаемость была практически стопроцентная. Все прием. На Амазоне в новой базе они не бывают. Смотри, Денис, еще как получается, да. Чем хорош приват, тем, что у тебя есть технологии. И иногда бывает, что... Ну, или денежка заканчивается, либо товар завис. И люди в тупик заходят на Амазоне, они знания получили, но деньги закончились. А на тропе можно работать с своими знаниями вполне успешно, и чеки будут не меньше, чем у private label. Просто разница в том, что у тебя товар у поставщика. То есть это не контрапад, это не барахолка. То есть моя стратегия строится на том, что ты находишь дистрибьютора, надежного поставщика, который за свой товар голову положит, за свой вид товаров. И ты создаешь листинги его на Амазоне и точно так же продвигаешь. Только разница лишь в том, что листингов много, а бюджетник так... Ты не можешь столько денег вбухать в каждый листинг, сколько на привате в один. И ты, зная, как идет товар, как он индексируется. Ты создаешь эти листинги и включаешь на них рекламу и немножко бюджет разжижаешь на все листинги. Потому что, сам знаешь, хорошо оптимизированный листинг с хорошими фотографиями, с хорошим семантическим ядром может просто так продаться. Потому что машина его подхватит, плюс буст. Но если сделать таких листингов, как я, 20 тысяч, 30 тысяч, то вот этот шанс подхвата листинга плюс PPC, нищая такая, но на все, дает хорошие продажи. Тут от дропа только вот сам принцип. У меня нету, я возьму у него. Сама технология... Ну я понял. Я вообще, ребята, это самое. Не поймите меня неправильно. Я не о том, что хорошо, что плохо. Я занимаюсь приватом, мне просто реально времени нет разобраться в других моделях. И опять же, реинвестировать в другие. То, что сказал правильно, то, что ситуация поменялась, пошел, обжегся, не получилось. В дропе забанили, пролетел с приватом, там, я не знаю, еще какие-то. То есть причина-то понятна, что переходит туда-сюда. Я именно про сам формат мероприятия, а не то, что там дроп лучше или хуже привата. И надо больше денег или немного. У нас тоже еще есть такой вариант. При создании следующих формов просто нужно совещаться, да, и если делать какие-то... 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 Делать их сознательно с отсылкой на какую-то стратегию. Допустим, вот у нас тут мы рассказываем про private label, но вы, допустим, можете это применить на... Купить товар оптом, сделать какой-то... От мешок, грубо говоря, положить какие-то подарки. Этим вы сделаете... Ну, не приват, да, но арбитраж немножко защищенный. Ну, то же самое, что делают продавцы, они клеят какой-то лого, да, на такой же товар, как у конкурента. Мы сделаем такой же товар, как у конкурента, да, купим его где-то в Америке. Но мы вместо лого положим какую-нибудь безделушку. И точно так же будем продвигать. Так это private, получается. Или арбитраж. На сути это одно и то же. Но арбитражник, много кто из арбитражников... это хитрый арбитраж. Это как-то развести-то, не то, не сё. Да, это нормально. Слушай, Сережа, такая проблема иногда с какой сталкиваюсь я и другие продавцы по арбитражу с этим демпингом дебильнейшим. Я тебе словами не могу передать. То есть, а вы... Как я пришёл к своей стратегии? У меня никаких уроков не было. Вот тут Денис два раза в неделю проводят по телевизору передачи. Я ни одной передачи не пропустил за всё время. Какой канал свой слепал? Я сначала объяснял ничего, потом я начал понимать эти слова, про которые они говорят. А сейчас я уже научился ими пользоваться. И секрет... Ну, тут смотри, смотри, какая ситуация. По поводу... Я так как не разбираюсь в дропе и в привате, ну, то есть, у меня есть просто друзья, которые мне помогают, я чем-то им помогаю. Общаемся. Общие там... На том же форуме, там, в Минске я был, слушал. То есть, ну и вообще, в принципе, это понятно. Но как специалист, естественно, я не могу выступать, из-за этого я не смогу заранее посоветовать. Вот это вы можете использовать здесь, здесь. Но, когда я рассказываю про приват, тем, чем я живу, люди, думающие, мне кажется, могут спокойно взять на наработку именно то, о чём я рассказываю, о чём я пользуюсь, о чём я пользуюсь в привате. Вот и всё. Мне кажется, это такой самый нормальный вариант, который ведёт туда, куда он приведёт. Потому что дело не в количестве денег, не в количестве мозгов, а в сочетании всего этого. Потому что, вот у меня вот есть ученик, он там уже куча себе этих взял партнёров и с партнёрами работает. Я даже не знаю, вот надо мне это или нет. Вот реально, я вот сижу, думаю, как бы мне это не надо, но, с другой стороны, почему нет? Я вот в таком всё время в прострации, не понимаю, куда дёрнуться. Вот из-за этого дроп, онлайн-арбитраж, всему надо учиться. Вот, кто-то учится. Я считаю, вообще обучение, вот на данный момент обучения для меня лично это экономия только времени. То есть, вот если меня кто-то спросит, там, зачем ты учишь, почему учишь, туда-сюда, там, чему учишь, как учишь, я могу одно сказать, чем качественнее обучение, тем просто вы больше времени сэкономите, времени и денег в первую очередь. Всё. Я, вот честно могу сказать, вот мы курсы запускаем, мы сейчас там делаем сайт, у нас будет, эти, как их звать, мы сделаем, как это называется, бесплатный курс, то есть, он просто практически будет такой же, как платный, просто без частности и, самое главное, без сообщества и без личной консультации. Всё. То есть, там можно просто открывать, вот когда я учился, все знают, там, у Sales Hub есть, у AmzEmpire, я по AmzEmpire запускал свои товары, то есть, там, более такие, большие видео, но я планирую сделать реальный, просто вот, бесплатный курс, вот просто открыл, поточечный, прошёл, если у тебя есть голова, то есть, по крайней мере, рассказать все те важные вещи, которые они, они у меня все в лайвах есть, все абсолютно, они просто не структурированы. Сейчас, на данный момент, многие смотрят, там, какие-то бесплатные курсы, меня, честно говоря, начинают постепенно раздражать, вот этот бред, как раз о том, что там, дроп, онлайн-арбитраж, потом приват, или там, кстати, дурацких разговоров, меня бесит, когда мне начинают рассказывать про 500 штук, первая партия, меня просто это убивает, мне людей просто жалко, десятками, просто десятка пачками, вот сейчас я, сейчас запускаю человека, просто реально, я думаю, не обидеться, ничего страшного не будет, а эти самые, опять эти диффузеры, там у диффузеров 150 продаж, только по отчётам, там 300 продаж в день, у человека 500 штук их всего, трафик бешеный, товар на остатке маленький, что с ними делать, я не знаю, просто не знаю, причём там заработка нет, там себестоимость, то есть, ну, просто беда, вот, и таких товаров я просто в прошлом году, вот сейчас по-любому они вылезут, вот 100%, 100%, я в прошлом году в мае, не, не в мае, в апреле, 6 человек с диффузерами перезапускал, вот эти, ойл диффузер, вот этот, хумидифер, вот эта всякая херня, и у всех было по 500 штук примерно, у одного, по-моему, тысяч, да нет, по-моему, у всех 500, 600, вот так, где эта информация, где, просто кто этому учил, кому ноги оторвать просто, это говорит о том, что люди вообще понимания не имеют, это, почему, объясню, потому что надо считать, логистическое расстояние, то есть, если вы считаете срок производства, сколько доставят, умножьте, умножьте там на полтора хотя бы, и получите те, тот товар, который вы хотите привезти на Амазон, любой, стоит он 100 долларов в закупке, или 1 доллар он стоит, неважно, должны посчитать логистику, потому что, если вы везете товар с перебоями, вся ваша проделанная работа уйдет в унитаз, и что бы не говорили про то, что там, говоришь, кому ноги поотрывать, очень просто тем людям, которые, ну, есть, да, есть люди, грубо говоря, как, ну, в принципе, мы все их знаем, да, и, в принципе, мы с тобой тоже к этим относимся, люди, которые занимаются консультированием, но мы и пытаемся, понимаешь, я пытаюсь это рассказать, я... Потому что это, это развивает, правильно, потому что, ну, я, например, я понимаю на данный момент, что мои знания в Амазоне, действительно, получаются колоссальными, да, но, есть люди, которые вообще, по сути, ни хрена не делают, да, но они увидели, что на матчах якобы можно заработать бабки, и вот те люди, которые зарабатывают бабки, они вообще в теме, в принципе, не крутятся, да, у них есть какой-то конкретный алгоритм, который они впаривают людям, и непосредственно они вот это, знаешь, стабелями, как, в принципе, как Ноблиц делал, да, вот по друкшиппингу, не знаю ли ты знаешь, да, но я думаю, что... Я не знаю, я с ними не пересекался вообще. Смотрят это самое, которые смотрят презентацию, которые вообще в Амазоне, да, и пришли с друкшиппинга, многие знают про Ноблиц, который у них, они сделали один раз, да, какой-то определенный алгоритм, да, он там поработал буквально какое-то, короткое время, но в итоге, я помню, я был из второго потока, у нас 80% из группы просто нафиг позабанили. Мы не знали, что такое BSR, не как определить лиц, у нас было четко, да, найдите это на eBay, найдите это на Amazon и так далее. Вот это тот случай, когда люди не практикуют, которые, по сути, занимаются чистейшим инфобизнесом, причем в определенной степени просто на углу. Ну, понятно, они по большому счету все отваливаются или отвалились уже, потому что конкуренции не выдерживают. Вот, ну, я просто говорю, вот из-за этого таких вот, да, таких очень большое количество вот этих моментов, которые просто, они очевидны, то есть, людей загоняют в тупик вот этими глупостями, ну, где, как смотреть, зачем на это вообще внимание обращать. Это просто бред, блин, я не знаю, мне вот эти 500 штук, они меня просто, да, и белого коленя доводят периодически. Вот, просто я говорю, вообще, как считали? Кто вас учил? Куда вы шли? Ну, ладно, не будем. Вот, по форму я смотрю, тут отзывы идут, потихонечку. Ребят, может кто-то есть? Кто был там, помимо Сергея или Серый, тоже расскажи, какие там еще нюансы? Потому что, в принципе, у меня вопросов нет, я вам завидую, но я говорю, мне вот, блин, вот эти три, там, три раза лететь в одну сторону, это жестко. Да, у меня тоже, не прилетели, не смогли, ну, потому что 4 пересадки получалось. Ну, это жестко, просто реально жестко, емое, то есть там, одна пересадка, ну, это норм, а две пересадки, это уже слишком, потому что, это, ну, просто нереал какой-то. Я надеюсь, что чуть-чуть подрастем и начнем в Китае просто все это собирать и все, тупо в одном месте и все. Это проще, мне кажется. В Китае? В Китае не так красиво, лучше где-то на островах. Не, нет, это один из вариантов, я имею в виду на выставке, хотя бы, нет, надо с чего-то не читать, извините, я понимаю все, красиво жить не запретишь, вот, но я конкретно говорю, на Китае, где-то островах. Ну, это уже там. Привет, Сема. Привет. Я еще тоже был. Серега пиво вино пиво. В рот не попало, просто никому. Пол сам цекло, да? Да, пол сам по бороде. В общем, основное насчет дропа и привата, что можно сказать, когда Леона спросила, сколько там, ну, типа людей, какая аудитория вообще, то где-то, наверное, процентов 80 подняли руки, что они по дропу, где-то процентов еще из этих 80, наверное, половина или где-то так подняли руку, что они еще и либо пытались там как-то, либо делать что-то. Ну, и по ПЛу по ходу процентов 15 было, наверное. Ну, вот теперь цифры понятны. Ну, то есть, вот такое соотношение. Ну, на самом деле, в принципе, так, для общего образования было интересно. Пусть так, посмотреть что-то, дискуссии, вопросы, то есть, грубо говоря, вот эти даже баблы, то есть, как бы, ну, можно что-то себе подчеркнуть. То есть, например, если в ПЛу какие-то дешевые товары, то вполне реально можно делать бандлы и запускать такую вот линейку. то есть, какие-то идеи я точно себе предъявил. Ну, круто. В то же время для статистики. Я не ожидал, честно говоря, было очень приятно, но зал был абсолютно полон, когда пришли все вот эти 80, точнее их не 80, а 95% архабитражников или дропшиперов, они все пришли на ПЛ послушать. То есть, им было тоже интересно, значит. Ну, да, согласен. Согласен. Кстати, вот по поводу вот этого процентного, ну, это мое мнение, если я не прав, мне кажется, что ПЛщики как-то, ну, я могу еще раз говорю, ошибаться, это мое личное мнение. Шифруются? Это более закрытые, то есть, ну, как бы, они меньше, меньше, вот так вот, публично принимают изучать подобных мероприятий. Ну, согласен. С Телс Каба приучили так сначала. Есть такое дело. Приватность исключительности. Да, вполне возможно, я согласен, потому что... А мы вот сегодня с Денисом Сулиничком ехали в машине и тоже обсуждали по форуму какие-то идеи, да, и все-таки мысль такая проскочила, что на форум едут две категории людей, и это, кстати, ну, кто ездит очень заметно, да, едут ребята... Послушайте поговорить. По корештанам. Повстретиться, отдохнуть. Едут люди, но, которые еще не торгуются на Амазон. То есть, по блокнотикам, по записям в зале, кто записывает, было видно, что процентов 30 только начинают на Амазон и это тоже надо учитывать. Зато какое начало, с такого начать, на такое мероприятие, когда контент валится со всех дыр, извиняюсь за немножко грубое выражение. Мы так не начинали. Мы не начинали вообще. Никак. У нас, я вспоминаю просто, как это было, когда мы начинали, это было совсем по-другому. Не было ни сервисов, ничего. Мы были закрыты, как грубо говоря, как нигбатри, что такое Амазон и так далее. Потом начали добавляться в другие группы и вот это, знаешь, открываются глаза. Вау! Столько еще, информации. Оказывается, есть еще другие модели и так далее, и так далее. Я у вас вообще поражаюсь, вот честно могу сказать, я не знаю, может быть я такой человек, не знаю, недооцениваю чего-то, но е-мое, блин, я вот сколько этим занимаюсь, мне уже даже, как это сказать, как недавно я смотрел, там один известный, который занимается этими мероприятиями и выступает постоянно, он говорит, я там часто приезжаю в одни и те же города, мне говорят, стыдно людям рассказывать одно и то же. Он говорит, я спрашиваю, вы, говорит, зря пришли, я буду рассказывать одно и то же, в принципе, недавно же. Он говорит, да нет, нет, вы рассказываете все как заново, потому что ситуация меняется и из-за этого я тоже вроде, вот на привате ничего не меняется, на самом деле, такого глобального, то есть, ну не верифай удаляются, ну не удаляются, там PPC вот сейчас так работает, завтра такой, там такая табличка, тут вот так, я не знаю вообще ничего, то есть глобально, глобально, такого, чтобы вот сесть, например, на форуме, мне выступать, там, например, что-то, я даже не знаю, чего. То есть, повторится опять одно и то же. Может быть, с другой стороны, я и так этих вот этих лайвов провел столько, что уже, ну, я не знаю, там, на год вперед, я маю, вот. Может быть, просто выговорился уже. Я просто даже не знаю, что рассказывать. Просто, мне кажется, мы стоим на месте, любая стратегия на приват-лейбле, чтобы ее отработать, ну, это, блин, я не знаю, ну, несколько месяцев, а то и полгода у меня уходит. Чтобы что-то вот такое вот выстроить. Я так со стороны скажу. Давай. Люблю приват слушать. И в Киеве на встрече осенью была, я не помню, Федор Дениченко выступал. Он, в принципе, про свою работу вскользь сказал, да, вот как про приват, но он очень много внимания уделил именно вот интересной информации, как они общаются с поставщиками, как они их отсеивают. То есть, может быть, не только про приват, да, а именно вот вышел человек, и он специалист, ну, как бы не специалист, а очень много внимания уделил одному аспекту, да, к примеру, как он разговаривает с поставщиками, как он выбирает товар, либо как он делает ресерч. Потому что это, как бы такое, все про это знают, все это делают, но вот я понял. людям было, допустим, интересно, вышел ты, и вот по скринам, да, там, так, вот смотрите, это, 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 да. То есть, тем много, можно просто... Да, это кажется, я и говорю, может быть, просто кажется, но вот я говорю, я приватом просто живу с утра до ночи, и как-то для меня, вот, я знаешь, на месяц-то какой-то в вате просто, то есть, у меня то вверх, то... Да, не 100%, это кажется, потому что я раскрыл малую часть, вообще малую часть, то есть, если сравнить с твоими лайвами, которых наберется, ну, сколько, 100 часов, может, 150, наверное, с уникальным контентом, то представь, что с этих 150 часов ты рассказал, например, все это за 2,5 часа. Нет, это я понимаю, конечно, тут я выговориться бывает, раскачаться надо. А если учесть, что на вопрос, что такое матч-тайпы, кто знает, поднимите руку, никто руку практически не поднял. Ну, ты хотел там, ё-моё, 95% с дропа, с онлайн-арбитрой. Да, да, да. Неприличные вопросы задаешь, ты, ё-моё. А 5% ПЛ-щиков тупо стесняется. Они тоже не знают просто. Они записывали. Минуточку, я записываю. Рук поднимать некогда. Ну, да, чё. Не, ну, вообще классно. Нет, встречи вот эти, я честно могу сказать, когда я в Минск приехал, я ехал вообще в никуда. Информации особо никакой я не получил на именно выступлениях. То есть, я не знаю, может, я воспринимаю такое. То есть, вот человек... Ну, просто это же от человека же зависит. Но вечером я столько информации получил, различные заряды энергии. А это самое, а это самое ценное. Вот именно вот эти вот автопати, вот эти янки. До 5 часов утра? Я понимаю, как во Львове, ну, во Львове, как было, это самое, у нас был ужин, Коршуна, ну, вы говорите, да, Коршуна никто так не видел, да, никто с ним не общался. И Коршун, как самый оборотистый, можно сказать, спикер на форуме, его обставили все вокруг, ему не давали ни выйти, ничего. То есть, потому что, вот я помню, просто, насколько люди вот в прошлый раз, они были голодные по общению. Я помню, как в Дубинцу не дали вообще выйти. Человек не мог, мы ему кофе приносили, потому что люди завалили его вопросами сумасшедшие, да. Тот же, особенно, но потом, но потом вот это, я помню, знаешь, меня что очень сильно впечатлило, вот в прошлом году, вот как обычно пьянка, да, люди говорят про женщин, там, про девушек, про машины, там, еще, про оружие, да, и так далее. Тут вот это отдельная планета, сектанты, да, байбокс, реклама, BSR, блин, вот это вот все и так далее. То есть, люди, которые проходили мимо, я себе буду представить, что они слышали, что они вот чего-то понимали, в принципе, да, потому что амазонщики, вот тусовка амазонщиков совсем другая. И те секреты, которые можно услышать вот именно во время актепати, ни с чем не сомнят. То есть, секреты, вообще вот это живое общение, опыт сумасшедший, да, это полоскально. Давай, мы Юлю не отпускали вообще. Вот у нас было 15 человек, Юля 15, грубо говоря, да, мы все молча сидели или там стояли, у нас был шведский стол, и слушали ее, потому что мы были голодные на эту информацию, которую она нам преподносила, какой бы она ни была. Ну вот я понял, я и говорю, вот именно это. Юля вообще молодец, знаешь, меня очень сильно поразило. Государственная структура, да, ну, все знают, что такое государственная структура на постсоветском пространстве, это вот эта машина неповоротная, которая застреляла в жительской области по менталитету и, в принципе, и по... Но она же работала уже во многих таких серьезных компаниях, и за это у нее подход совсем, у нее корпоративный подход. Насколько, понимаешь, просто, насколько приятно, вот когда вот идет вот это омоложение компании, когда государственная структура соглашается принимать участие в таком форуме, ну, в таком мероприятии, да, и готова, грубо говоря, понимает вообще ценности этого, потому что большинство государственных структур чаще всего, да, им пофиг, да, мы существуем, вы к нам придете в любом случае. А здесь немножко по-другому. Они показывают, и, в принципе, во многом, я уверен, заслуга именно Юли, да, то, что они показывают, что они заинтересованы, то есть появился хоть какой-то customer service, появилась хоть какая-то клиентаориентированная. Вот это безумно было приятно. Опять-таки, мне было тоже приятно было, когда это пионеры, они, это ихняя инициатива была, они с нами связались, говорят, что нам интересен ваш форм. Это тоже обалденно, потому что все-таки они тоже открыты, да, и они, несмотря на эту сумасшедшую критику, которая льется, и я, к сожалению, еще не видел, но я подозреваю, что было огромное количество вопросов. Что там, двойная верификация была, что ли? Да, 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 там было все. Когда будет-то? И вот это, знаешь, то есть вот именно когда идет отклик, когда люди идут или навстречу, они хотят общаться, ну, честно, это обалденно. То есть мы, в принципе, вот нашим вот сообществам, по сути, да, мы в определенной степени, да, уже даже сможем как-то даже подтягивать под себя сервисы, да, потому что у нас много, грубо говоря, да, и они не нас интересуют, а у нас нас, по сути. И таким образом мы можем тоже какие-то определенные условия, какие-то бенефиты, плюшки и так далее получать с этого всего. Ну, это опять-таки, еще раз говорю, в моем мнении. Все ясно. Ну, да, действительно, это интересно. Это интересно. А сообщество расстроенного будет расти дальше? Ну, все зависит на самом деле от самого Амазона и от нас. Потому что если мы не будем заниматься херной и по 500 штук возить, всем рассказывать, что вход в Амазон 2000 долларов, а за обучение 5, то это будет действительно развиваться. Вот, потому что я, конечно, не знаю, я не спец там в интернете, но, по крайней мере, что я вижу со стороны, вот сейчас на любой бизнес-канал в Ютубе зайти, и там все учат, обучают интернет-бизнесу. Ну, там вообще бизнесы мы. Сейчас только что случайно, такая девочка, там 95% мужчин, там не могут, собственно, какой-то вот, ну, прям вот, они как роботы какой-то заучили, там, если тебе не интересно, там, быть богатым, тогда переключай рекламу. Вот эта вот херня, меня она просто каждый раз умиляет. Вот, и причем там пацаны, ё-моё, там, двадцати, там, с копейками лет, ё-моё, рассказывают, как надо бизнес делать. Как строить бизнес, да? Да, там, просто, да, он опёрся на Порше и считает, что, если он на этом Порше, даже если ездит, если, не дай бог, он его, это показатель его успешности. То есть, эти вот, знаешь, когда ко мне обращаются, а ваши кейсы, а удачные кейсы, кейсы. Говорю, ну, ещё дипломат, скажи, удачный дипломат, дипломат, там, ё-моё, сумка спортивная. Вот, из-за этого. Я не знаю, всё это настолько... Мне вообще нравится, она, я думаю, что скромность очень большая. Задавать вопросы о неудачных кейсах. Да, а это, на самом деле, это более ценно. Потому что удачные кейсы, не стрёмно рассказать, их все и так знают. И очень многие удачные кейсы, они завуалированы. Но не надо забывать, что многие наши известные чувачки, у которых хороший оборот, и нихрена ничего не зарабатывают. И зарабатывают совсем на другом. Вот, так что, очень много скрытых всяких моментов, которые смысла абсурдать нет. Дело не в этом. А вот неудачные кейсы, это действительно очень сильные люди должны быть, чтобы могли это показать, свои факапы вот эти. И они гораздо ценнее, потому что вот в этом как раз, в этой тематике, какие факапы... Реально, скоро у меня столько накопится этого говна, ё-моё, что рассказать будет много чего. Ну вот, просто я реально, я как на американских горках, я вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот, то есть из-за этого... Это как один из моментов, который я хочу осветить в фэке, о нашем форуме, да, ну, когда там придёт рассылка, нужно будет описать форум. Это один из моментов, причём один из важных моментов лично для меня. Есть ещё несколько, но это я с Колей там потом отдельно переговорю. Вот, потому что это реально полезная вещь, и чужим опытом, к сожалению, никто не пользуется, но для общего развития знает, или, например, они знают, что он тоже так же лоханулся, и знает, кому обратиться, спросить, по крайней мере, как ты из этой ситуации вышел. Я реально... Я такой человек. То, что он ограблен, наступит в 100%. Но вот как выйти из этих, вот как из этих граблей сойти, вот это совсем другой вопрос. Потому что ошибки совершались, совершаются и будут, и это важно, да, потому что ты в жизни никогда не научишься на чужих ошибках. Это бред. Надо именно, вот пока ты свои шишки не нальёшь, хрен ты, когда что-то получишь. Да, если работать это в команде, если работать, обменяться этой информацией, просто этих шишек будет меньше. Вот и всё. Я из-за этого говорю. То, что любое обучение, то, что любые форумы, любые сборища людей, то есть вот я говорю, у вас там вообще красота. Просто, ё-моё, я не знаю, мне там зависть, ё-моё, что там и шашлыки, и футболные команды, люди просто занимаются тем, что нравится. Я всю жизнь любил, как раз ты говоришь, про женщины про это, а у меня все пьянки заходили к работе, в конечном итоге, всё же нет. Не важно, чем бы я ни занимался. Из-за этого я просто в кайфе, удовольствие получаешь. Я не знаю, я очень завидую. Я пытаюсь в Москве это раскачать, тяжело, это идёт всё. Мы постараемся это именно выйти как вот. Наверное, мой подход такой, что я не знаю, я могу монотонно это делать, я не могу блестяще, как его там раз в полгода собрать, полгода готовиться, да я охренею просто. То есть, когда работать, ё-моё, то есть у меня, знаешь, какой, у меня такой, на ходу прилетел там, ё-моё, там, какие вопросы? Сейчас я вам все секреты расскажу. Так, в этом месяце то-то-то-то-то-то-то, всё. В следующем месяце планируется то-то-то. Там, двух-трёх человек ещё подтянул, они ещё тоже рассказали, всё. Ну, чтобы подготовиться к такому вот мероприятию, я пока на данный момент не готов. Вот, потому что этим реально надо заниматься. Такого чувства, знаешь, когда ты полгода готовишься, когда ты вот это самое, тут фу, три дня, всё, нету. Вот это, знаешь, мне кажется, не знаю, какое-то такое смешанное чувство, когда ты готовишься, ждёшь, и так далее. И тут три дня быстренько пробегают, и всё. И оно закончилось. Ну, опять всё. Самый большой прикол, что для участников оно закончилось. А ещё огромная тонна работы, да, вот, вести все приходы, все расходы, да, это надо со всеми рассчитаться, проконтолировать там те же видео, надо ещё всем вот эти же анкеты разослать, и это всё. Да, я тебе говорю, это геморрой, ё-моё. Ну, это, честно, я это вообще как геморрой не воспринимаю. Удовольствие, да? Как я, в принципе, я написал вот в том, в том посте, который, я помню, вчера я написал, или по вашему времени, это сегодня утром, для меня это реально хобби. То есть, для меня вот именно, вот этот план за хобби стал такой хобби, потому что я получаю настолько громаднейшее удовольствие от этого, то, что мы соединяемся, мы объединяемся, вот многие модели под одним колпаком. У нас получается это делать качественно, да, за что я очень сильно рад, то есть, это и материалы, и контент сумасшедший качественный, да, и опять-таки, что самая цена, да, это ценность для сообщества, да, прошу прощения за тавтологию, но по сути, действительно, как бы, так получилось, да, это, конечно, это не планировалось так, да, но по сути, так получается, что мы, ну, не сочтите за хвосту, да, но по сути, мы несем большую ценность за счет того, что мы действительно собираем людей оффлайн, да, и это, как показывает практика, это безумно важно. Людям этого не хватает, они хотят общаться, потому что в фейсбуке, ну, фейсбук это не то. Да не то, я человек, я никогда... А вот именно собраться, отдохнуть, ну, опять-таки, это выпить вместе, мы все же люди, правильно, там, можно даже сказать, даже иногда набухаться, но в любом случае, да, это действительно, это безумно ценность, и такие связи, они только украшаются, мы и так все, в принципе, достаточно тесно все связаны, да, потому что всех амазонщиков, посмотри, ну, там минимум по 50 общих друзей наберется, в фейсбуке, но, вот именно конкретно, вот такие личные связи, вот именно во время таких форумов... Личная связь за ценей, согласен, никто не идет на контакт. А вдохновение, а вдохновение какое? Я помню, вот здесь, к сожалению, я не присутствовал, но я просто помню прошлый форум, там, где я был безумно уставший, я, по сути, три дня я сидел на сигаретах и кофе, да, но заряд энергии, какой был заряд вдохновения после этого, это просто неописуемо. Вот потом, ты вот в амазон, ты в работу, просто уходишь с головой, полностью, это просто офигительно, энергетика, атмосфера, люди, ну, я могу только хорошее про это сказать, я даже, ну, тяжело словами описать, честно, как это... Ну, согласен, согласен. По сути, афтершоп получается. Я вот честно могу сказать, я тоже, у меня никогда там социальных сетей не было, все эти фейсбуки, все остальное, такие, чисто бизнес-аккаунты, не более того. То есть, у меня здесь все друзья, я даже, вот кто это самое, то есть, вот чисто по работе, и все, то есть, общаемся, работаем, да и все, чтобы удобно было, там, мессенджеры всякие. А так, на самом деле, вот, офлайн это сила, плюс, на офлайн гораздо проще новичкам прийти, на самом деле. То есть, тем людям, которые, в принципе, и темой заинтересовались, потому что, я считаю, еще раз говорю, амазон тема достойная абсолютно, просто как ее правильно преподнести, не всем же майнить, не всем же, там, я не знаю, с биткоинами, там, сидеть ковыряться, а так, на самом деле, в прошлом году, вот из того, что я вижу, тут затмила амазоновская тема, наверное, только криптовалюту, и мы своими бешенными подъемами, вот, потом спадами небольшими, два раза. Пирамида всегда имеет хайп сумасшедший. из-за этого, вот, у нас стабильно, нормальная работа, это просто рассказать, и, в принципе, если в группе было бы не 16 тысяч, а 160 тысяч человек, думаю, на наши форумы, на твои, на встречи приходило бы уже не 100 человек, а 1000, минимум, минимум 150. Смотри, мы, в принципе, я тоже воспользуюсь моментом, я сразу анонсирую, мы планируем, я написал в август, скорее всего, это будет июль, мы в июле уже, в принципе, скоро начинаем подготовку к форуму, я думаю, что, в принципе, сейчас планируем, ну, я думаю, где-то 250-300 человек будет, то есть, по крайней мере, мы будем подправлять зал именно по такому количеству, потому что ажиотаж, все-таки, он еще больше увеличивается, потому что с каждым форумом он становится все известнее, он становится все востребованнее, все больше людей хотят на него попасть, особенно слыша действительно очень хорошие и, самое главное, правдивые отклики, да, да, только от этого, рост идет. минимум 300 человек будет, я думаю. Вот, соответственно, все это растет, публизация идет, так оно, так и должно, в принципе, на самом деле, не вижу никаких проблем, чтобы все развивалось, посмотрим, что у нас в Москве получится, мы тоже, как бы, планируем раз в месяц проводить, то сейчас у нас март наступает, в конце марта мы планируем провести, я сейчас на данный момент формат вот этого, то есть, мы сделали один формат официальный, просто сели тупо ответы и вопросы, чай, кофе, какао и по домам, второй раз вот в этом там ресторане, грубо говоря, тоже такой он, получился слишком много людей, тяжело организовать все это, опыта нет, знаний нет, то есть, хотелось бы просто познакомиться, а получилось слишком много людей, просто надеюсь, ребята сами друг с другом там пообщались, вот, а так вот сейчас на данный момент буду планировать на два дня, просто один день, реально, кому нужны знания, кому нужно именно больше вопрос-ответы, а следующий день там пошли спокойно там в ресторан, да и все, потому что на самом деле вот эти все разговоры, что мы в официальной сидели, что мы не сидели в ресторане, мы до там, до четырех, там до трех утра каждый раз сидели, неважно, там в пять сел ты, емое там. Мне кажется, что прослется в месяц это слишком часто, ты контента столько не наберешь? Я именно встречи хотел на данный момент, именно со встречи начать. Да, да, и там нет контента. Я просто думаю со своей колокольни, да, да, нет контента. Я именно хочу на данный момент, я бы в идеале, в идеале я бы не хотел, конечно, на каждую ездить, хотел просто собрать, вот чтобы собирать там, ну пускай, ну вот в Москве потенциально, ну сколько там, 50 человек, не больше. То есть вот если там раз в месяц собиралось 23 человек, мы познакомились бы намного плотнее, интереснее, там люди нашли бы себе там партнеров, инвесторов, наоборот, ну вот мой товарищ, он нашел себе, например, там работу дателя. То есть вот мы с человеком разговаривали, он как раз вот к нему пошел команда работает. То есть это вот просто на первую встречу. То есть тупо сели, представились, кто чем занимается, кто чем планирует заниматься, и те ребята стали, соответственно, вот моя цель на данный момент именно такая, именно познакомить тех людей, которые там живут и которые туда приедут. Неважно там, сказали ребята приедут, там прилетят, там за 2000 рублей на самолете, или кто-то приедет, там, я не знаю, из другого, там, из дальнего, там, понятно, что каждый не приедет раз в месяц, просто и смысла в этом нет. Да, туда надо, в любом случае, я не могу одним, один человек туда предстоянно ездить и это самое рассказывает. Хотя я сейчас на данный момент не знаю, как формат, например, лайвов мне перевести, чтобы на оффлайн был смысл, ну, я хоть что-то мог рассказать. Если я буду все фигачить тут на лайвах, то какой смысл вообще мне заниматься этим оффлайн. Вот, а позвать я же не могу, тоже бесконечное количество ребят, то есть кто-то может, кто-то не может приехать. Вот, ну, вот я как бы думаю, то есть, может месяц там, действительно я там погорячился, но там раз в два месяца. Именно встреч. То есть на данный момент я хочу выстроить какой-то костяк людей, которым просто интересно будет друг другом встречаться. Вот такая история. Ну, по сути, да. Вот, то есть я, у меня нет амбиций там на какие-то форумы все это организовывать и так далее. Будет как бы, руки дойду до этого, я этим займусь, потому что на данный момент, если ты от этого удовольствие получаешь, я это сделаю только в одном случае, если найдутся организаторы, которые именно организаторские все эти вещи возьмут. Я могу людей там набрать, там еще что-то организовать, но я не могу, находясь здесь, в Саратове, там организовывать что-то в Москве, там, ну и так далее. Мне это неудобно. Поэтому надо тебе ехать в Москву просто и непосредственно... Да, да, ну я из-за этого говорил, то есть, ну, работать еще надо когда-то. просто специфика у нас просто такая получается небольшой туристический город, да, потому что Москва, честно, она здоровенная, то есть, там немножко будет тяжело, потому что если у нас в любом случае, где бы человек ни жил, это все равно там пределы, ну максимум, это 20-30 минут доезда, во Львове, если я, ну если говорим именно про Львову. А в Москве, ну это, в принципе, это нереально, да, потому что в центре ты, если организуешь, цены, в принципе, перед всеми зрения на то, что мы сказали, это космос был. А здесь, ну, в принципе, ну как-то, ну не знаю, оно как-то так все получилось, как бы прикольно, знаешь, то есть Львов и компактный, и европейский, и красивый, и ухоженный, туристический город, и, ну как-то, и вот в плане даже вот в Львове самой инфраструктуры бомба. Особенно, особенно вот в летний форум, помещение, ну вообще не помещение, а зал, находился в гостинице, которая вообще находилась прямо в самом центре, то есть ты просто идешь, куда хочешь, ты в самом центре, в самом сердце Львова, все рестораны, любые, какие ты бы не хотел посетить, это ты посетишь, то есть, ну, это, честно, вот я даже не представляю, какой второй город такой можно. Ну вот, видишь, я из-за этого говорю, я тоже хотел бы именно это делать с москвичами, которые разбираются в своем городе. Знаешь, есть туристические маршруты, есть нормальные маршруты, есть там, то есть, в любом случае, надо с местными, а не отсюда мне там что-то организовывать там, мне это и не надо на самом деле, то есть, надо какой-то найти симбиоз, что было бы это все. Единственное, что я хотел бы тебя попросить, потому что, в любом случае, эта тема будет раскачиваться, и, в принципе, мы с тобой об этом говорили, я просто боюсь, чтобы сейчас вот это вся, извиняюсь за выражение, тема с форумами не потерялась в том плане, чтобы сейчас просто люди не начали думать, что это капец, какое средство для заработка, не переросло в коммерцию, и люди не начали просто там... Сейчас на данный момент... И двигать им за деньги в флот. Да, сейчас на данный момент, как бы, я на горизонте ни одного не вижу, из-за этого об этом не думаю. Вот, второй момент, ну, я не знаю, как на форуме заработать, ну, если только распиарен, там, я не знаю, там, у Игоря как-то получается, там... 600 баксов собирать. Да, концы с конца... там они... Америковцы везут. Форум, чтобы он был убыточным, это получается мазохизм. То есть, ну, все это понимают. Согласен. Но, то, что остается, это малая часть компенсации, которая может быть компенсирована за те усилия и время, которое было потрачено на его... Не, ну, задачи у всех разные, то есть, форум это... Форум это такая... иногда, я подозреваю, что, в принципе, да, можете на подвески скоро... Вот, не, но в любом случае, все эти мероприятия, это два направления. Это популяризация внутреннего трафика и внешнего. Внутреннего, соответственно, ты поднимаешь свое, там, так скажем, реноме, знакомишься с людьми, повышаешь свой, там, уровень и статус. К тебе, там, ученики могут прийти, там, я не знаю. Ну, ты просто популяризацию внутри сообщества делаешь. И второй момент форума силы, если ты делаешь непосредственно внешний трафик. Ну, внешний трафик, ну, кто? Ну, там, соцкап, они делают, приглашают, наверное, там, с улицы, но они больше, в первую очередь, учеников, там, вот это вот, ну, я не знаю, как бы, вот, но ни Львов, ни я, мы же не будем на свой форум звать людей с улицы, просто, там, я не знаю, бизнесменов, вот, да, мы не на том уровне. Мы не на том уровне. А с улицей никто и не нужен. Не, ну, это понятно, но в любом случае. Это сообщество, сообщество собирается, все, то есть, опять-таки, а смысл с улицы? Так я тебе об этом говорю, вопрос формата, для чего это делается. Если для своих, это одна история. Если, как там, я, по-моему, бизнес на Амазоне, приехали в Москву, собрали целый зал, там, народы, е-мое, и там, втюхивали свое обучение, там, это другая совсем история. Они тоже на этом, ни на форуме не зарабатывали. Они пришли в себя просто распиарить, чтобы зарабатывать на обучение. Другие люди, если этим займутся, у них там будут другие цели и задачи, он должен понимать, для чего ты это делаешь. То есть, есть какая-то цель. Цель, она может быть совершенно разной. У тебя там одна цель, у другого там другая. У меня цель, в любом случае, это популяризация, в первую очередь, в, так скажем, в общем населении. То есть, чтобы, например, человек, который, вот у меня многие друзья, постепенно, как бы, в это вникают, то есть, начинают там интересоваться. Ну, по результатам, конечно, как всегда. Вот, но дело не в этом даже. То, что вот этот человек, который уже торгует, он может привести как минимум одного-двух. То есть, следующий форум, если ему понравилось, там, через полгода, он может, каждый из этих двух мог привести своих двух. Это же обычный там, не пирамида, этот, как его называется. Ну, смысл ясен, короче. Структура. Да, то есть, это же, если это интересно, если это информативно, если это, ну, все вот эти вот положительные вещи, и перспективно еще и в плане заработка, не то, что там, собирая лохов, там, там, по ушам проехал, и там какой-нибудь там, я не знаю, бады, идите, продавайте, там, сдавайте сетевой маркетинг, забыл, как называется уже. Ну, смысл один, я мое, то есть, а здесь именно весь смысл, что если у людей действительно эту тематику развивать, тематику развивать, можно, соответственно, этим заниматься, потому что разговоры о том, что вот вы там, зачем вы там зарабатываете, амазон рассказывает обо всем, ну, естественно, ты можешь заработать на услугах, ты можешь зарабатывать на этом, как это называется, на обучении, ну, это тоже услуги, считай, ты можешь там, я не знаю, да, то есть, вот этими, то есть, ты зарабатываешь на дополнительных... Смотри, вопрос в том даже, вот по поводу обучения, я бы не сказал, что это прям средство заработка. Ну, у всех по-разному, все зависит от объема, было бы у тебя 100 человек в месяц, это было бы средство. Я вижу развитие, я вижу развитие, я вижу, что ко мне, опять-таки, те люди, которых я, например, обучил, они ко мне приходят на предцентр, они знают, они... Все правильно, все правильно, они являются твоими... потребителями. Потребителями. Это для ученика, они по верхней, очень неплохо. Я тебе об этом говорю, что те же ученики, если ты качественно свою работу провел, они потом являются твоими клиентами по услугам потребления. Да и дело не в этом даже, ты сам развиваешься. Я со многими своими учениками там бизнес вообще мы там запустили уже и запускаем. Никаких проблем нет. Я это запускал вообще, эти обучения, его не было никогда, я обменялся опытом. И сейчас до сих пор. У меня там некоторые ученики чему-то там учат, потому что я этого не знаю, потому что я знаю определенные вещи. Я ими и занимаюсь. Ну то есть какие-то вещи, я английского не знаю, например. То есть мне там, я там у меня говорю, у меня есть товар, который у меня не зашел, мой ученик зашел. Вот мы сегодня, он мне сегодня дал статистику по своей PPC, по этому товару, чтобы просто я его там распродал, там слил или там дальше, неважно. То есть у нас вот такой обмен. Он мне обратится, естественно, я ему тоже все, что хочешь могу дать. То есть он мне дал статистику PPC, у него успешный товар, там не бестселлер, конечно, но там, я не знаю, там 50 и выше продажи, грубо говоря. А у меня ноль. Мы его неудачно запустили и бросили, потому что под Новый год. А сейчас все же никак рестарт не сделаем, потому что там полно других товаров в очереди стоит. Вот и все, е-мое. То есть, конечно, взаимодействие, чем вот я, когда тогда пытался сделать сообщество, вот эти вот там за 200 долларов фильтр, чтобы просто людей прогнать, естественно, отработать эти 200 долларов обязательно, но увеличить сообщество. Была самая главная цель. Но не прокатило, нету спроса такого, не хотят, не интересно. То есть мы просто органически растем за счет полноценного обучения. А обучение, я тебе могу сказать, делать, то есть не обучение, а любой сервис, он зависит от объемов. То есть сегодня я зарабатываю, например, больше на обучение, завтра я зарабатываю больше, например, на продаже, послезавтра я зарабатываю больше на услугах, связанных с Амазоном, там, это какие-нибудь, там, я не знаю, не верифай отзывы, там, я не знаю, клепать там склейки или фотографии делать или там еще что угодно. Не важно что. Внешний трафик на этом. Это же, это же обычные услуги, то есть здесь ничего такого нет. Из-за этого говорю, если бы группа была не 16, а 160 тысяч человек, потребление было бы в любом случае в разы больше. Вот. А форумы, это больше именно пропаганда, еще раз говорю, внутри сообщества, чтобы люди знали, понимали, что действительно здесь реальные чуваки, которые делают качественно свои вот эти вот мероприятия, которые сами рассказывают, сами делятся, и люди к тебе потянутся просто. А те люди, которые на тебе хотят навариться, это и так же все понятно, мне кажется. Непонятно новичку, ему сравнить нечем, но когда он уже там был, тут был и здесь пообщался, он уже понял, я надеюсь, но не все же деревянные. Ну, опять-таки, видишь, у нас в принципе это такое маленькое село, тут, скажем, люди, ну, как я заметил, люди, которые ценные, да, нормальные, непорядочные, их в принципе всегда подтянут. Люди, которые пытаются нажиться на этом сообществе, их очень быстро, по сути, очень-очень быстро забывали, так скажем. Да, и вот, Ален как раз классно сказал про мотивацию, абсолютно согласен. Это из той серии, когда ты сидишь дома, ничего не видишь, ничего не делаешь, ты себя как-то в чем-то ограничиваешь, а когда ты видишь, что у ребят лучше получается, как спортивный интерес, у тебя просто это, задор такой. У меня прям, да, до обиды, е-мое, меня прям аж грызет, когда у меня что-то не получается. Абсолютно согласен. Ну, это поддержка, это в любом случае, это, опять-таки, знаешь, если бы не было таких вот собраний, компьютер затягивает. Ну, да, да. надо выпадать в социум, а социум, грубо говоря, когда есть так много участников онлайн-сообщества, это потихоньку нужно переводить в офлайн, чтобы люди просто не закрылись у себя в контактах. Ну, обмен, обмен, обмен. Это было бы полезно бы и пэрщикам, которые, в принципе, как раньше сказали, ну, с пэлом реально тяжелее, я тебе могу сказать, вот мы в Минске были, у дропа, прям такие, самая там, такая дружная компания, с приватом совсем все по-другому, не знаю, почему, я не могу ничего сказать, я открытый человек абсолютно, ну, то есть у меня никаких каких-то... Наверное, секретничают, знаешь, там, боятся, чтобы... Извините, я не боюсь, например, там... Комплекс, комплекс, экспертщик, чаще всего встречаем, да, что мои товары украдут, как недавно какой-то поезд, пост проскакивал там пару, пару месяцев назад, то, что там какой-то пэрщик писал, что предцентры хотят увидеть ваш товар и украсть его, да, или все... Ну, это... Дунизм, понимаешь, от этого никто не застрахован. Да, да, ну, просто, например, в моем окружении, да, вот эти люди, которые... Ну, я тебе говорю, но это в любом случае... Мы знаем друг друга о магазине. Нет, вот это, кстати, я не слышал. Все дропшиперы по обучению, все дропшиперы, все онлайн-арбитражники, они как-то наоборот очень это... Я обращал внимание, очень скептически этому относятся и не показывают. Вот по привату больше информации открыты, потому что мы... Нам приходится, нам приходится не верифайс заказывать. Приходится верифайс заказывать. Приходится всякими сервисами пользоваться. У вас меньше такой обменной информации. Вам нет такой необходимости. Нет необходимости, но мы так это самое. Скажем так, ну, я же говорю, не для всех, то есть, грубо говоря, вот у меня есть мои друзья, кто и отличный, магазин. Я знаю отлично их магазин. И, грубо говоря, как бы, ну, нам скрывать нечего. Там я... Бывало такое, я выставляю какой-то товар, там завез. А, я Нутеллу завез. Мне человек сразу пишет. О, я вижу, ты Нутеллу завез. Прикольно, да. А что почем? Ну, есть такие приколы. Ну, я понял, понял. Нет, а я, честно могу сказать, даже не слышал. То есть, я когда вот своим друзьями разговариваю с дропом, они очень это даже там убери там ссылку на мой магазин, там, не показывай там это. Ну, то есть, так, достаточно это аккуратно, аккуратно к этому относятся. Потому что по привату все-таки я не так. Потому что, ну, иди попробуй, повтори. Очень многие товары просто, ну, это нереально, ё-моё, то есть, ну, просто нереально. Только наговнить можно. То есть, от жадности, от злости, от вот этого нехороших людей, в любом случае, мы не застрахованы. И периодически все равно, вот мне там, я не знаю, раз в квартал, мне обязательно какие-нибудь угрозы приходят. Обязательно. Причем повода вообще не давал. Угрозы? Че? Угрозы? Ну, да, мне постоянно приходят угрозы. Там, аккаунты мои там закрыть, там, фейсбук-группу закрыть, товары мои убиты. Ну, то есть, постоянно. И главное, периодически ищу этих людей, они со мной толком не общаются. Даже понять не могу, в чем причина-то. Чем я-то, знаете, самое. Вот, то есть, постоянно. Вот мне, вот ты говорил за угрозой, мне очень понравилась ситуация, до начала форума, каким-то образом вдруг, вдруг, начали атаковать боты. Начали, я думаю, что, ну, в принципе, там видно было по страничке, очень много негативных комментариев, очень много негативных отзывов, и почему-то было связано, ну, была выбрана именно такая дебильная тема, именно почему проводится на русском языке. Я не хочу касаться сейчас политики и развивать вообще эту тему, просто очень прикольно получилось, что за два дня до форума это все началось, да, говоря, такая жесткая атака и массовая ботов, и ровно форум заканчивается, все, ни одного комментария, ни одного негатива. Ну, вот я тебе говорю, очень много такого. Вопрос, кому, зачем это надо? Вот мне вот это интересно. Ну, просто я понимаю, там, топить какого-то человека, который... Есть, есть, есть... Еще что-то, ну, форум, зачем, кому может помочь? Ну, вот у вас там проблемы, вот с этим, вот, я не знаю бы, то есть, как бы у нас это проходило, например, на украинском языке, даже себе представить не могу. Вот, но сомневаюсь, что кому-то было вообще до этого дело, все насрать просто. Ну, вот, но как бы не было... Ну, вот именно просто мне вот интересно... Ну, есть просто люди, да нет, скорее всего, это просто идейные какие-нибудь, которые там скачут, там, туда-сюда, там, рассказывают. Мне кажется, просто идейные. Никому выгоды нет. Именно просто какие-нибудь программисты, которые умеют и могут, и все. Ну, не развиваем тему, но получилось смешно. Ну, бывает что. Никого не видно, никого не слышно. А сейчас нет конкуренции по форуму. А какая конкуренция может быть? На самом деле, если мы просто подружески все собираемся, ты мне подскажешь что-то, я тебе что подскажу. Просто, к сожалению, из-за нашей вот ситуации, идиотской, вот, нам сложнее друг другу просто приехать. Вот и вся разница. Вот это мы себя ограничим, вот в этом. Вот что мы получили. И все. Плюсов ноль, одни минусы. Ну, не будем развивать тему. Ну, да. Да. Мы вне политики полностью. Я очень люблю этому сообществу. Особенно не говорим о политике никакой. Вообще никакой. Я, в принципе, ко всему нормально отношусь. Я считаю, можно поговорить обо всем, но это не важно. Согласен. Никто поправил, ничего не закрывает. Вот. Илюх, просто тут вопрос в людях именно. Просто складывается впечатление. Реально у меня такая история. Вот я, где мы там, вот сообщество в своем, ты у нас там, скайп, ты есть там, все знаешь. Я думаю, ты сам понимаешь, у нас даже есть, не я ее сделал, главное. Ребята сами сделали минусовку, у меня даже что-то в голову не пришло. И мы в скайпе фигачим друг другу минуса. Представляете, то есть, все вот у нас там, ну, скайп у нас там под 200 человек, я знаю, там 150, там 200. Вот. Из них живых, реально работающих, потому что у нас процент запуска, ну, очень большой. Вот. Да, многие уходят, многим неинтересно, многие возвращаются в другие места, откуда они пришли. Вот. Но в любом случае, человек 70 точно есть. И все они практически основная масса. есть, например, у меня вот Женя, напарник, он, например, никогда этим не занимается. То есть, он не показывает свои товары, даже я не знаю. Хотя некоторые ученики мои его товары знают. Ну, просто неинтересно, мне неинтересно, как бы и не было у нас никогда. Но основная масса, вот 90%, все знают все товары. Вот. То есть, то, что мы там минусуем, там вот эти все дела делаем, потому что это выгоднее, чем скрывать. Естественно, должно быть ограничено какое-то, ограничено, потому что, я говорю, просто недоброжелательные, ну, к сожалению, они есть. Ну, что здесь делать? Я не знаю. Какие причины, почему, ну, все бывает. Закрываться вообще глупо, я считаю. Ну, да. Что закрывать? Что скрывать? Вон, Алена предлагает, Алена, заработает денег народ, и поедем на Кипр, или куда там. Она объединяет Львов, Минск и Днепр. Ну, а что, Кустова не берете с собой? Да, можно, нет, а я, самое, это интересно взять на острова куда-то поехать, все вместе, это вообще было бы... да, да, огонь, огонь. Да, там, ну, опять-таки, да, что-то выбрать, там, где виз не надо, то есть, там, чтобы было как можно меньше препятствий. Да, что там, это Египет или Турция, да, если так, не остров. Я не знаю, где острова, где это самое, визит, не на Таиланд, что-то, грубо говоря, острова. Ну, короче, что-то тепленькое, какой-то курорт, да. Да, что, можно, Да. В любом случае, но для этого надо... Я видел Артем поехал, поехал с сейлсхабом в Дубай. С кем поехал? Тоже. Ну, Артем вот с сейлсхабом в Дубай я видел поехал. Понятно. Ну, что, Да, нормальная тема. Вообще, слушай, знаешь, тоже очень-очень мне нравится. По сути, вот сообщество Амазончиков стирает вообще все границы. То есть, мы, опять-таки, мы независимы от места, да, пребывания. Мы независимы абсолютно... А ты сейчас где находишься? В Китае? Да. Что? Ты сейчас где находишься? Я? Да. Я в Штатах. В Штатах? Да. Понял. А у вас где преб-центр? У нас в штат Вирджинии. Это, ну, в принципе, город Риспин, два часа от Вашингтона. Понял. Хороший штат, тепленький. На сейлсхабс низкий. Ну, не самый низкий. Часто важно. Ну, на западном побережье один из самых низких. Потому что, если смотреть, например, там тот же Нью-Йорк или штат Иллинойс или штат Мичиган, там сейлсхабс, как бы, ну, по-моему, чтобы не соврать, но он выше. Ну, там, насколько я помню, три штата, которые вообще не снимают сейлсхабс. Ну, там какие другие есть моменты? Ну, там есть другие моменты, но вопрос просто в том, что инфраструктура, понимаешь, такие штаты, они почему вообще привлекают инвестиции, понимаешь? Да, они привлекают. То есть, грубо говоря, у них, скажем так, упадок, да, и они начинают привлекать людей вот от него, опять-таки, там, понижением или обнулением местного, местного налога, да, то есть, таким образом они просто привлекают. Но туда ехать, делать бизнес, ну, 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 хотя бы инфраструктура есть, тут опять-таки людей нормально, без проблем можно на работу брать, там опять-таки надо же куда-то тоже съездить, что-то посмотреть, где-то побывать. Согласен. Ты же не будешь на предцентре сидеть, да, давайте потихонечку заканчиваться, 23.32. А сколько уже времени, кстати, идет у нас? 23.32, полтора часа, как обычно. Ух ты, обалдеть. Время, видишь, как летит, я тебе говорю. Да, время пролетело, видишь, с хорошими людьми пообщаться. Согласен. Что, ребят, есть у кого по форуму в отпуск уходить на Амазон, да, на самом деле мы на расстоянии работаем, какие проблемы? Да, у тебя в пустыне на Амазоне, да, и это самое. что там, это, я так понимаю, у Sales Hub, у них там, что, в Дубай что-то происходит, я так понимаю? Я просто не в курсе, я это самое часто сказал, вот ребята пишут. Да, улетели в Дубай, там, Кошин и компания. Ну, что, нормально, так же. Они просто, у них получается, они, как-то это, мы все-таки объединяемся, они не стремятся к этому, то есть, у них как бы обособлено, то есть, у них там по-своему, по-своему девки пляжут. У них по-своему, у нас по-своему. Да, и за это тут нормально, каждый двигается, как ему нравится. Извините, оно на минуточку дороже стоит в 10 раз. Что? Что именно? В Дубай поездки? Ну, там суммарно, по-моему, был общий тариф 2000, ну, я не помню, я не спрашиваю. Да не, ну, серый, пойми, это самое, тот же вопрос от заработка, это я люблю все в сравнении, если для себя 2000 долларов, это как коробку спичку пить, или, например, там, 20 долларов, это как, там, одну спичку купить, какая тебе разница, 2 или 20 платить? Вопрос в заработке, если люди себе могут позволить, почему нет? Или за счет своих денег, или за счет чужих, опять же, если кто-то это оплачивает, например, то есть ты, вон, америкосы, они там по пятнахе собирают, и там, мне же рассказывали, это как его звать, что даже просят, даже требуют, знаешь, что требуют, даже требуют эти, как их звать, о нераспространении информации, договор подписывать люди, так что, каждый с ума по-своему сходит, это все маркетинг, америкосы в этом красавцы, они умело манипулируют вот этими всеми вещами. Ну, штаты, штаты, это вообще, по сути, мекомаркетинг, конечно, конечно, то есть они технично это все делают, вот, из-за этого нам вот остались какие-то вот эти вот моменты, мы их закрываем, а так надо учиться у них, конечно, что говорить. Вообще, надо меньше думать про деньги, я считаю, честно, чем меньше думаешь про деньги, тем меньше с ним проблем, я так заметил. Ну, дело не в деньгах, а результатах, е-мое, то есть, чему ты стремишь, то есть, ты ставишь какой-то план, задачу, выполняешь, двигаешься дальше, а если не получается, ты начинаешь анализировать, если у других получается лучше, ты начинаешь анализировать, почему лучше получается, если они делают что-то другое, а ты другое, и достигаете одинакового результата, ты пытаешься эту технологию передрать себе, ну, дополнить себя, чтобы у тебя, в конечном итоге, КПД его поднялось, ну, то есть, мне кажется, это нормально, это саморазвитие, ну, я говорю, я к Амазону отношусь это. Я имею в виду, я имею в виду, вообще не трястись на деньгах. Не, ну, это понятно. Потому что, когда ты, вот, я просто по себе заметил, когда трястся над деньгами, у меня было все прямого. Когда я просто перестал об этом думать, и перестал вообще, ну, перестал думать о том, что там, что-то не хватает, а хватит ли мне, и так далее, и как-то, и проблем. Момент разной жизни, момент разный. Может быть. И когда у тебя все хорошо, все хорошо, когда все плохо, все плохо, и когда ты раз споткнулся, поднялся и не заметил, два споткнулся, поднялся и не заметил, 22 раза споткнулся и подумал, блин, что это какая-то нездоровая фигня. Вот, и начинаешь уже сомневаться в своих точках. Деньги, деньги, знаешь, деньги как собака, они чувствуют страх, наверное, и переживания. Я не знаю, наверное, наверное, я не хочу об этом. Мне так кажется. Вот я об деньгах вообще не люблю говорить, вот как раз ты о политике, а я о деньгах, просто их смысл. Есть они? Они или есть, или их нет. Что они говорят? Сам процесс интересен. Ну, лучше, чтобы они были. Лучше, когда ты не зависишь от них. Вот это, когда ты уровень достиг, когда ты от них не зависишь, ты тогда начинаешь рассуждать. Когда они есть, ты не зависишь. Ну, финансово независимо. Да, самое оптимальное, конечно. Просто кому-то она там все больше и больше. Я из этого говорю. Если ты независимый, ты начинаешь о них рассуждать, что там, а когда тебе, блин, реально там детям за садик заплатить, за школу нечем, за квартиру, тогда ты понимаешь, что уже начинаешь это. А почему так получилось и что так сложилось, это уже другая история. Вот, надо перестраиваться. А для этого вот как раз тема Амазона, чем она хороша, потому что действительно с дропа даже можно там с двух копеек. Я вот честно могу сказать, вот на Амазоне, может быть, я ошибаюсь, конечно. Но что-то с Эйбэя я что-то никого не вижу. Там вот они тоже есть, кто зарабатывает нормально, но что-то мы как-то не общаемся. Вот, кстати, тема Эйбэя очень интересная. Ну, в принципе, из нашего сообщества. Ну, мало, мало там все равно. В любом случае мало. Ну, потому что, ну, смотри, в Украине проблем с Амазоном нету. Почему? Потому что нет проблем с выводом средств, правильно? Понятно. Короче, это... На Эйбэй, на Эйбэй проблема с выводом средств. Поэтому не так мало. Это очень просто объяснять. Ну, короче, понятно. Об этом есть смысл. Просто я про Эйбэй, про Эйбэй даже начиная от курса по обучению, который стоит там 2000 рублей, я у людей смотрю, здесь 2000 долларов. Что результаты, что продажи, что там куча ограничений и объемы. Ну, что-то я как с Эйбэя не вижу такого роста, бурного там и движения. Хотя, в любом случае, Украина действительно рулит. Не знаю, по какой причине. Даже гадать не хочу. Но в любом случае, у вас, конечно, намного больше. Так получилось. Ну, да, согласен. Что гадать, почему и как, знаешь. От того, что мы будем знать, почему, она ничего не поменяет. Так. Есть какие вопросы, предложения по форуму? Первому лицу, расскажите, и будем закругляться. Тут еще вопросики. Люди больше всего выскажут, когда, ну, когда мы получим фидбэк от людей, там, на анкеты, как мы зашли, подошли, вот это самое будет ценное. Ну, я, в принципе, в этом понимании, в этом вопросе я мазохист, можно сказать. Я очень люблю критику в том плане, что, ну, я воспринимаю очень хорошо департнер. И я вот как раз жду, когда скажут, и, в принципе, мы посмотрим, какие у нас пробелы по организации были. И я передам тем, кто был ответственный, там, тоже за какие-то другие пробелы. И таким образом, скажем так, будет, будет в любом случае это все расти, двигаться. Ну, отлично. Ну, вот чем я очень еще доволен, просто потому что я это ощутил на себе, вот трансляция в этом году получилась бомба. Вот если кто видел трансляции, вот как Apple проводит, да, когда одновременно идет презентация, и там, спикер выгодится, да, одновременно на экран, это бомба. Это настолько было классно смотреть качественно, и людей видно, и, ну, супер. И звук хорошо было слышно, вообще обалдеть. Просто бомба. Второй, третий день, то, что я посмотрел, класс. Ну, опять-таки, то, что я смотрел, потому что пока что, пока что, к сожалению, все посмотреть не получилось. Ну, ничего. Заоценим. Да. Я думаю, ну, посмотрим, да, решим с этим. Ну, для начала я хочу просто свести вот эти вот все цифры по форуму, да, что было, и мы уже посмотрим. Но я не думаю, что там есть необходимость продавать видеозаписи, искать какое-то лопатерное финансирование. Ну, не хочу я этого. Ну, вот. Мы на этом зарабатываем. Все ребята, все ребята хорошо отзываются, так что, в любом случае, думаю, конструктивных фидбэков будет немного. Будут, в основном, говорить, все круто. Это они просто сейчас от своих аккаунтов пишут. Просто когда они будут писать анонимно, будет совсем другая картина. Ну, посмотрим. Расскажешь потом. Анонимный фидбэк – это анонимный фидбэк. Это самое ценное. Конечно, ну, мы же выложим, ну, конечно, весь негатив, в принципе, как в прошлом году мы выкладывать не будем, потому что он наиболее ценен тем, к кому он относится, да. А результаты, например, рейтинги спикеров обязательно, конечно. Это очень интересно, кто больше всех, кому понравится. Вот. Причем в этом году, в принципе, так очень интересно, потому что, ну, в принципе, все были хороши. Очень. Я был в восторге, в принципе. Все обалденно выложились, высказались, контент на высшем уровне. От кого я ожидал, те выстрелили. И вообще мне очень интересно приглашать людей, которые в Amazon сообществе неизвестны. Это обалденно получается. Это вот когда выстреливает потом, супер. Такое потом чувство, знаешь, что человек вот не было, не было, не было, не было, тут фух, выстрелило. Знаешь, такой человек внутренний потенциал имел в себе, и он это все вот красиво показал. И мы посмотрим. И опять-таки люди тоже появляются, которые более полезны сообществу. Вот я, например, более чем уверен, что вот по облаковке Андрея Худай-Назаров, он будет очень полезным людям. Потому что там, ну, в принципе, я всегда ему это говорил, и то, что этот вот человек вот в хорошем, в самом хорошем смысле, это псих своего дела. Я человек, который вот так вот бы горел своей работой, именно в хорошем смысле, да, у него глаза бы горели, я не видел никого. Я просто, меня очень сильно, очень сильно впечатлило, мы с ним как познакомились, у меня производство рукодельное, наборов для рукоделия в Украине. Было, в принципе, есть до сих пор. И мне надо было коробки их обрезать. И кто-то мне когда-то его порекомендовал. Я ему позвонил, и так получилось, что он был во Львове, там, в ближайшие дни, да, там как-то так спонтанно получилось. И мы с ним когда встретились, у него была куча коробок, он все показывал, рассказывал. У него было, ну, это просто тонны энергии, идей, как это все красиво сделать. Ну, вот этот человек в плане упаковки, я равных на данный момент не вижу и не знаю. Ну, упаковка, в первую очередь, для именно Украины, правильно? Ну, для Украины он разрабатывает упаковку, понимаешь? То есть дело даже не в производстве, вот, конечно, производить тоже они могут, но именно вот сама разработка. То есть вообще иметь креативного, по сути, подрядчика, да, это очень ценно, потому что когда ты обращаешься и платишь деньги за то, чтобы у тебя был отличный результат, все-таки нужны именно такие люди, которые не просто выполнят, да, но опять-таки смотря кому. Мне, например, вот, чем Андрей понравился, тем, что я, ну, я, конечно, сказал, что мне хочется, но я от него услышал огромное количество идей, и вот из этого формируется максимально качественный и хороший результат. И, как по мне, вот это очень ценно. Есть пример, то есть ты не до конца раскрыл тему, вот, того, что он разрабатывает. Это было слишком дорого произвести большое количество упаковки в Украине, он разработал только дизайн, как это все складывается, собирается, была упаковка, на которой он лично сойдет. Обычная коробка, ну, скажем, из-под чая Lipton, да, ну, чуть больше формата, скорее, как обувная коробка. Он встал и там даже чуть ли не прыгнул на нее, и она не сложилась под ним. Это для черешни была упаковка. Вот он только разработал, отдал макет, ну, все дизайны, и люди себе сделали по месту, где им было дешевле. Я, вот, честно, я не помню, в Польше или, может, где-то в другой стране, не помню. Вану, в общем. Варвард, в разработке был. Я половину смотрел, по-моему, я это видел. Там замороженные черешни были коробки. Да-да. Андрей, Андрей превзошел мои ожидания вообще, ну, просто супер. Да, ну, все, честно, все молодцы. Я, вот, как-то, знаешь, вот иногда пытаешься как-то подсознательно выбирать кого-то, не получается. Все классные. Ну, а пионеру вы приглашали, что-нибудь они внятно сказали про верификацию, там, и вот эти вопросы наши больные. Все, я думаю, лучше ответишь, потому что я еще не видел. Нет, нет, ты забыл, я уже сказал, что как раз именно пионер, единственное, что я не послушал, меня отвлекли после... Короче, единственное, что вот сейчас человек написал один, это то, что пионер действительно не раскрывает наших данных. Вот это единственное, что вот мне сейчас написали комментарии. Я был на пионере, но там просто, ну, этот парень работает только 4 месяца вроде как, и он не слишком хорошо обкован таких технических вопросов. То есть, ну, насчет верификации сказали, что, ну, да, типа, они знают, они там разрабатывают, это не так быстро, и там куча этапов внедрения в их систему. Ну, то есть, он говорит, что, ну, чем больше мы там будем жаловаться или как-то там указывать на какие-то минусы, тем больше шансов, они в приоритете вырастут, ну, грубо говоря. Ну, а так, то еще... Ну, да, да, ну, он говорит, что, ну, да, да, типа, окей, ну, как она на самом деле, ходу там никто не знает. Ну, у меня такое впечатление сложилось. Ну, а так. А, еще рассказывал про кучу комиссий всяких, то есть, там, переводы, покупки, насчет этого 1% по поводу того, что такой вот всех персональный подход. То есть, грубо говоря, нет там каких-то правил под разных клиентов, то есть, чем больше клиентов, тем более они будут планировать. Ну, это логично, в принципе. А, нет, они сказали по поводу одного счета на два аккаунта? В смысле? Два счета на два аккаунта. Потому что я, когда... Да, когда можно, грубо говоря, вот у тебя есть один счет, да, вот там, на Васю Купкину, да, и ты, соответственно, можешь открывать там четыре. Потому что, насколько я знаю, они смогут, по сути, тебе выписку на любые твои данные дать. Ну, я так сделал. Ты так сделал, да. То есть, у меня фамилия остается, фамилия, имя старое остается. А для... На разных Амазонах у меня, то есть, на двух аккаунтах один пионер подвязан, но с разными, естественно, реквизитами. То есть, имя, фамилия одно, но реквизиты банковские другие. То есть, они до бесконечности, так понимаю, могут их прицеплять на одну карту. Не надо сто карт иметь. Я этого не знал. Они говорят, я их запарил, что это моя карта, это моя карта, это моя. То есть, у меня там уже штук шесть их. Вот, он говорит, ё-моё, ты сколько можешь их плодить-то? Я говорю, зачем? Я говорю, да у меня аккаунтов полно. Он говорит, да зачем их делать, если можно их на одном аккаунте? Вот это дело. Я не знаю, как фамилия и имя. Мне бы еще разрешили открывать больше карточек. Потому что, например, вот сейчас, вот как с Крепцентром я связался, вот мне, например, было бы очень важно... Кстати, насчет этого он сказал, что можно открывать. Он сказал, что можно открывать, и они знают о том, что там несколько аккаунтов, то есть, на одного человека заводят. Ну, он говорит, типа, ну, окей. То есть, вполне нормально. Нельзя, но можно. Было сказано. Да, да, да. Он сказал, он сказал, нельзя, но можно. Вот такой смысл. Вот просто вот то, к чему я вел, да, то, что, например, на Крепцентре, да, вот есть же, грубо говоря, мы получаем оплаты на Пионер, да, потому что, ну, в принципе, это самый удобный способ. Плюс есть выкупы, да, то есть, если бы вот это разгромить, ну, в принципе, любой человек, у которого, в принципе, все, в принципе, я понимаю, что разделить это, это лучше всего будет. Вы верифаем тоже занимаетесь? Я ответ получил, что вторую карточку на юридическое лицо они открыть не могут. То есть, ну, это, опять-таки, я еще буду разговаривать. Вот, кстати, вот он сказал еще насчет юрлица и физлица, типа, отдельного, то есть, у нас, как украиня, там, фопы есть, то, говорит, что можно открыть, типа, как личный счет и открыть счет, там, например, на свой фоп или там на какое-то юрлицо. И это тоже это можно сделать, то есть, несколько аккаунтов, грубо говоря. Коль, вы верифаем занимаетесь? Выкупами. И, честно, я так, я скажу, у меня очень много вопросов поступает, занимаемся ли мы там FBM или там верифаем и выкупами у поставщиков. На данный момент максимальный упор сделан на то, чтобы оптимизировать, автоматизировать работу предцентра максимально качественно. То есть, чтобы, в принципе, даже там огромные партии, чтобы уходили не, ну, в течение 48 часов, не дольше. Понятно. Мне вот, мне на данный момент интересно стать вот именно, сделать предцентр, который будет быстро-быстро-быстро-быстро по работе. И качественно, что немаловажно. А контактик можно предцентра? Можно, можно. Вот прям в чат сюда, в этот, кинуть. Если Денис не против... Нет, я не против, конечно. Денис, ты не против? Нет, нет, конечно, не против. Спасибо, спасибо. Да. Чатик скинул. То есть, ну, просто опять-таки, знаешь, хочется... Потому что если сейчас разбегаться налево-направо, получится фигня. Лучше на чем-то одном заострить внимание, его хорошо наладить, да, и потом уже двигаться куда-то вперед, какие-то следующие направления. Понятно. Ну, это лично мой подход. То есть, я или делаю качественно, или я не делаю. В общем. Ну, в принципе, все ясно. Да, верихай, не верихай. Нет, нет, ты просто сказал выкупами. Я из-за этого это самое, у тебя просто уточнил. Выкупы, ну, мы выкупы... А, да, в принципе, да, да, да. Ну, выкупы имеются в виду там, где... Я понял, с фирмой. Я из-за этого и спрашиваю просто. Для меня это самое. Потому что я, честно могу сказать, я только сейчас узнал, что у тебя есть там этот преб-центр. Так что тут каждый раз что-нибудь новенькое влазит. Буду иметь в виду. Видишь, все мы... Мне вообще нравятся амазонщики разносторонние. У кого-то я икру заказываю. У кого-то я резину покупал на машину. Кто-то еще... Тут сборище таких... Кто-то вообще говорил, да, что любые государственные... Ну, любые вопросы в Украине может порешать. Вот это мне нравится. Знаешь, я амазонщик, как бы мы все в Амазоне вроде, да, но у всех есть еще какой-то бэграунд. И, скажем так, сообщество еще и к тому же безумно полезное. Потому что все мы чем-то еще другим живем и еще имеем что-то за спиной. И вот это, конечно, было прикольно, да. Там икру, там резину купил на машину. Там еще что-то. Скидку хоть сделали мы? Купить ты модно, да? Глаш, он не контрафакт. Я тебе за тебя... Что, что? Глаш, он не контрафакт. Дропнул, откуда ты ее? По поводу скидки я тебе объясню, почему я бы с тобой с этим предложил. Просто если я сейчас... Нет, я про резину спрашиваю. У меня... Про резину? А, это я не ошибаюсь. На резину, конечно, да, сделал. Я выбивал как мог. Да нет, да дело не в этом. В предцентре это в любом случае. Я честно могу сказать, я даже не понимаю, сколько с кем я бы не сотрудничал. Просто там даже процент, какую-то рефералку или еще что-то. Даже непонятно, как получать, с чего. То есть как там все вот эти расценки, блин, там все так... Ну, с тревлючатных людей. Запущено, все запущено. Но это надо отслеживать. Да, очень сложно. А мне... Мне просто, понимаешь, мне тяжело... Я человек честный, и если я с кем-то про что-то договариваюсь, я это максимально пытаюсь выполнить. И я просто... Это бы в случае, действительно, пропустить кого-то. Потому что человек, я как бы... Ну, как бы потом какие-то вопросы возникали. Там, грубо говоря, да? Там я тебе человека отправил, где моя рефералка? Ну, не хочется мне, знаешь... Александр пишет про пионеры. Я общался по поводу субсчетов. Могу открывать несколько субсчетов на разный аккаунт. Я говорю, ну, это пионеры. Я говорю, там... Ну, субсчетов... Как договоришься? Да. Считал, вот я открыл. У меня, то есть, на карте, на одной из карт, то есть, я начал открывать много-много счетов. Ну, то есть, как по необходимости. У меня просто аккаунт оформлен на одного человека, а карта на другого человека. Подцепляется без проблем. Ну, вот, то есть, фамилия... Расскажу маленький лайфхак, кстати. В принципе, я думаю, будет полезно людям. Кто досмотрел до конца, да? Кто имеет возможность открыть американский PayPal. Пока что... Ну, мы, в принципе, тестируем. Мы пока что механизм просто конкретно такого надежного не вывели, но к американскому PayPal абсолютно без проблем привязывается украинский, там, российский пионер. Вообще без проблем. И вопросы определенные снимаются полностью. Потому что оформить американский пионер немножко геморрой за счет того, что для того, чтобы заказать карточку, пионер требует social security number, которого у большинства людей нет. Практически ни у кого нет, можно сказать. А опять-таки даже поменять биллинг-адрес в пионере, что потом делать, когда карточка закончится? Это геморрой. А вот таким образом сделать, грубо говоря, открыть как-то PayPal, там, через prepaid карточку или еще через что-то, вот это интересно. Ну, короче... Так что, кому-то для арбитража, для дропшиппинга, имейте в виду, что такой-то лайфхак есть, в принципе, он работает. Ну, по крайней мере... Лишь бы вам PayPal не заблокировали потом, если определяют что-нибудь. IP-шники нити или еще что-нибудь другое. А какие? Какие мы же в Америке находимся? Ну, это кто в Америке находится, понятно, а кто в Украине? Я говорю про тех... В Украине, ну, так есть VPN, и VDS, и так далее. Ну, понятно. Конечно, это само собой. Если работать с американским PayPal-ом, это само собой нужно использовать. Мне кажется, это в любом случае, любой человек это должен понимать. Ну, не все понимают. Ну, не всем дано, может быть. Ну, нет, просто надо хотя бы человеку сказать, чтобы имели в виду. Я вот о чем. Вот Сергей Шабека пишет, американский PayPal с его очередем требует о секьюрити и предоставлении определенных оборотов. Ты на PayPal ничего не загоняешь. Я имею в виду в плане расчета с поставщиками американских. То есть с магазинами, которые требуют, потому что не везде можно выкупить. И, по сути, если сделать вот таким вот образом, открыть американский PayPal и привязать им украинский пионер, на который загоняются деньги, ты себе количество магазинов, с которыми ты можешь работать, ты расширяешь максимально. Ну, не то чтобы максимально, но значит, именно, да? В принципе, я думаю, что это многим было бы полезно. Единственный вопрос, как открыть американский PayPal. Найти вот этот механизм надежный и проверенный. Ну, кто ищет, кто с вами идет. Согласен. Что есть, то есть. Ну, думаю, хватит на сегодня. Да. Мы же только выдали. Да, да. У меня 12. Хорошо пообщались. Да, было очень приятно. Спасибо за за то, что так позитивно ты все к этому подходишь. Мне очень нравится подход такой интересный. Тебе спасибо за огромную за эмоционную поддержку. Я только... Скажем так, если бы если бы вообще не поддержка и твоя, и сообщество, скажем так, было бы все по-другому. А так огромная-огромная благодарность за доверие в первую очередь, за максимальное сопутствие, как это правильно сказать? Короче говоря... В любом случае было очень приятно. У меня, почему-то украинское слово появилось в голове, я не могу, не знаю, как его перевести. А ты в такс. За максимальную поддержку в этом начинали. Все и так, все и так на украинском тут разговаривают основная масса, я так понимаю. Так что никакой разницы, все и так, думаю, поймут. Весь смысл в чем, как мы с тобой познакомились, о чем, когда я у тебя спросил, можно ли отрекламировать, я тебя спросил, формат мероприятия, потому что я говорю вам, я считаю, если здесь идет польза, действительно польза, некоторые не понимают просто, некоторые реально гонят просто, пытаются гнать трафик и пытаются просто заработать бабла, вот, я говорю, ну, братан, надо делиться тогда. То есть, если я считаю, что, то есть, вот так подход, это нормально, ничего такого я в этом не вижу. Если, как вы делаете это все вот в таком формате, ты сам знаешь, то есть, я тоже с удовольствием всегда помогу и в этом поучаствую, потому что дело полезное, вот, и всем, я думаю, ну, по крайней мере, я вот вижу, люди пишут только одни положительные вещи, как можно тут что-то другое сказать вообще. Только рад, что в этом поучаствовал. негатив был в любом случае, я благодарю, я вижу людей. Да негатив, понимаешь, дело не в негативе, негатив бывает частный. Я благодарю, что они не выносят это так на публику. Он частный, он частный негатив, там, кому-то на ноги наступили, кому-то кирпич на голову пал, тот ногу сломал, е-мое, там, в санке или на лыжах прокатнулся, там, я не знаю, неудачно, это понятно. Я говорю про общее впечатление о проекте, что, что была цель, что, все, позитив был, цель была, цель была благородная и хорошая, просто, ну, что-то не получилось, понятное дело. Тем более, я вот лично только вот месяц назад с этим связался, я в самом шоке был, е-мое. То есть, просто такой бардак, е-мое, что, ну, тупо или этим организатором, то есть, когда ты в такой ситуации впатываешь, ты или будешь организовывать все, или будешь это все вести, просто, ну, как, е-мое, то есть, ты, соответственно, тогда кто будет это самое, то есть, ну, непонятно. И за это я понимаю, насколько это все сложно и муторно, е-мое, тем более, еще говорю, здесь особо коммерции никакой нет, а именно есть вот это вот собрать, собрать, собрать народ и двигаться дальше, вот, потому что, еще говорю, если ребята, которые сами непосредственно являются этими спикерами, такие же новички, как и те, которые, они просто от нас все отстают там на год, на два, и все. Я не знаю, в принципе, с теми темпами, по которым, развивается вообще наше сообщество, я думаю, что мы в какой-то степени дальше сможем, например, улучшать условия для электронных предпринимателей, да, если так правильно. Ну, глобально, глобально смотреть на это. И в Украине, да, потому что мы, в принципе, наше сообщество разрастается и в определенной степени можно будет действительно какие-то петиции делать, например, вот в Украине хотя бы PayPal сделать, чтобы он принимал платежи, наконец, там, твою мать, потому что, ну, ну, это ненормально, да, потому что, ну, это ограничение. А нам привязал пионер к PayPal тогда. А вам привязал к PayPal. То есть, в любом случае, да, да. Они над нами издеваются просто. Да, действительно, большой комьюнити, понимаешь, и можно... Конечно, люди приходят совсем другие. Так и есть, люди приходят совсем другие, потому что они сами в этом заинтересованы. Интернет разрастается и, я не знаю, там, это нам преимущество будет, потому что будут приходить другие люди, будут давать другую информацию, будет, соответственно, другой контент, и мы можем повлиять на те же, вот Сергей Федосеев, там, раз там, с этого, как в Маниколос, там, скидку содрал, там, еще что-то сделал, ну, е-мое, это же просто, вот, просто сказка пришла, там, раз сделали, нам почему-то в два раза дешевле, чем другим. Понятно, что мы намного беднее, чем те же американцы, там, или еще кто-нибудь. Вот, у нас нет такого заработка, там, или нет таких возможностей, чтобы платить эти деньги, ну, в любом случае. А было бы нас, я говорю, в 10 раз больше, что... Американское сообщество, то они больше, чем у нас, пока что. Ну, когда мы начинали, у меня было 500 человек, у них там по 20 тысяч. Оно другое вообще, честно тебе скажу. Я с этим столкнулся, оно совсем другое. Американский продавец, он практически, ну, не практически, а фактически другой. Например, даже если мы возьмем за основу онлайн-арбитраж, мы, да, вот Россия, Украина, Беларусь, мы рвемся за максимум прибыли. Почему? Потому что у нас мало денег, да, мы рейтинг на бюджет. Это так. У нас нереально привлечь кредиты, инвестиции и так далее. Но, почему мы держимся за максимум прибыльности. Американцы поступают совсем по-другому. У них есть доступ к дешевым ресурсам, фактически, особенно в сравнении с нашими кредитами. У них есть доступ к дешевым кредитам, льготным периодам и так далее, и так далее. И таким образом, они могут абсолютно спокойно сидеть себе на 7-10% маржи. Если он оборачивает в месяц 100-150-200 тысяч долларов, то, знаешь, зарабатывает 10-20 тысяч долларов в месяц, ну, извините меня, конечно, это совсем другая ситуация. Я бы, наверное, точно так же поступал. Я бы завез бы 150-200 листингов по 300 единиц, включил бы репрайсер, и мне было бы вообще путь. Короче, мне надо партнеров искать, куда деньги вкладывать. Мне просто, я на привате, реально, я вот вас слушаю, я офигеваю просто. Я на привате деньги не успеваю вкладывать. Просто реально, у меня такие длинные инвестиции, то есть, вроде там, да, запустил, и оно поперло. Ну, это так долго, я столько времени на это трачу, пока я это все запущу, пока я все делаю. Я думаю, что вообще было бы интересно какой-то создать, если так правильно сказать, инвестиционный фонд, да, для... Ну, это не понятно, как юридическое, понимаешь, кому-то в долг давать, это как-то так. Я своим друзьям там раздаю. Ну, это было бы интересно. То есть, какой-то такой закрытый инвестиционный фонд, который бы, грубо говоря, выделял бы... Опять-таки, с другой стороны, да, тоже мы сталкиваемся с тем, что есть сообщество. А почему бы с банками так-таки не разговаривать о том, чтобы они... Ну, пока его нет, это недостаточно. То есть, тех... Нет, ну, я же на перспективу говорил. На перспективу. Технически есть идея, как создать, я задумывался над этим вопросом. То есть, есть возможность, это защищенность денег. В первую очередь, любой инвестор потребует защищенность денег. Ну, она начинается с того, что аккаунт принадлежит инвестору. у партнера этого банка, например, есть только доступ на управление всем аккаунтом, но нету основных доступов, нету права им доступа этого суперадмина, так сказать. То есть, есть какие-то моменты, просто это в любом случае невозможно досконально с точки зрения законодательства прописывать в наших с вами странах. Да, вообще. В Америке, в Америке это реально, да, есть юридическое лицо, есть официальные все договоры с инвесторами, это можно абсолютно спокойствовать. У всех защищены права и так далее. То есть, в Америке можно застраховать такую бизнес, такую сделку, когда ты идешь с банком на сделку или там с партнером неизвестным тебе на сделку, а у нас это никто не застрахует. Если кто-то кого-то хочет скинуть, например, в ситуации, когда партнер, владелец аккаунта, он инвестор, да, он ничем не занимается, он только проинвестировал и его защищенность только в том, что у него есть аккаунт. То, ну я уже думал, какие могут быть подводные камни. Например, сотрудник, точнее партнер нечестный на руку, просто берет и делает ремувал ордер, ну грубо говоря. И он может украсть товар даже с аккаунта, который принадлежит там его партнеру, банку. Сережа, начнем с того, что вообще попробовать просто прийти в налоговую и сказать, что ты торгуешь на Амазоне и хочешь платить налоги. И все разговоры на этом закончатся. У нас это очень актуальный вопрос, мы не можем нормально это делать, мы никак не можем это делать. Это невозможно, в принципе. Ты даже добропорядочный гражданин и хочешь платить налоги в Украине. Это большой влог, ты должен прийти и задать 20%, просто по доходному. Неважно, где ты их взял, ты отдаешь 20% от того, что дать. Да, причем не с прибыли, что самое интересное. Да, да. А именно от дохода. Общая бомба, да? Где навар, как спрашивают. Ну, короче, бред сумасшедшего. Легализовать в Украине бизнес невозможно. Не знаю, как в России, но в Украине это большая проблема. И тут мы сталкиваемся с проблемами с тем, что ни инвестиций мы не привлечем, ни кредитов, ни хрена вообще. А если привлекать, то это как всегда, в принципе, как у нас в Украине это и есть, это какие-то лазейки, грубо говоря, как не заворачиваться, но все равно это красиво, легально и прозрачно не получится. Так, на этой оптимистической ноте думаю, можно заканчивать спать охотой. Чертовски. Ты тут не заснул еще? Да, я так кемарю потихоньку. Всем было, думаю, интересно, познавательно. Обещает нам дать видео посмотреть, так что посмотрим. Жалко, нам не дадут что-нибудь там написать анонимное, может дадут, вот, тоже им что-нибудь там напишем, скажем там. Все-таки звук не такой хороший, не Dolby Surround, не этот сам iMax, но в любом случае главное... Почему не в 3D? Да, да, почему нет эффекта, где мои очки? Вот, но в любом случае информация, думаю, будет полезна и интересна. Все-таки, я считаю, в первую очередь для дропа онлайн-арбитража основная нагрузка, ну, посмотрю, может быть, свое мнение поменяю. Поменяешь, поменяешь, поменяешь. Вот, и Зай, просто сложилось на это такое впечатление, я не знаю почему, я сам удивляюсь над собой. Вот, так что спасибо большое, кто приходил, кто поучаствовал, спасибо за комментарии, вот, будем, соответственно, дальше двигаться и... Всем, всем, всем спасибо. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи всем. Всего остального. Все, всем пока. Что в Киеве, что в Москве, что в этом уже ночь. Все, всем спасибо, счастливо. Пока.